Друзья, в этом блоке мы с вами познакомимся с программой Adobe Illustrator, научимся программу правильно устанавливать. Если мы уже умеем это делать, то наверняка все равно узнаем для себя какие-то полезные нюансы, связанные с установкой разной версии этой программы на разные, например, операционные системы. И также рассмотрим, как выбирать основные элементы интерфейса, рабочую среду, и как настраивать само приложение. То есть какие настройки у нас также находятся в установках программы Adobe Illustrator, как мы этим можем воспользоваться. Итак, поехали. Для начала разберемся с установкой. Я сейчас пропущу пункт приобретения, скажем так, программы, либо получения ее демо-версии, триальной версии, так называемой, семидневной. На сайте Adobe это можно все сделать с помощью своего Adobe ID. Заходим на adobe.com или adobe.ru. Напомню, что если вы хотите поменять язык, на котором отображается, собственно, контент сайта, можете сменить регион в самом низу, то есть выбрать, например, что меняете регион на тот, который вам более удобен. И, соответственно, настраивайте так страницу, чтобы вам было удобно прочитать всю нужную информацию. Далее выполняем логин, то есть вход в свой Adobe ID. Регистрацию Adobe ID я сейчас пропущу, это элементарная процедура, да, то есть Adobe ID — это введение, соответственно, какого-то e-mail, введение своих необходимых параметров и получение доступа к сайту непосредственно уже под своим аккаунтом. Даже если это у вас реальный аккаунт, да, то есть Adobe ID совершенно бесплатен, его можно себе создать совершенно спокойно, и по нему даже будут доступны какая-то часть сервисов бесплатно работающих, какая-то часть, ну, например, в облаке у вас будет 2 гигабайта в облаке всего лишь, но все-таки это уже какой-то бесплатный сервис, можно что-то попробовать, как это работает, и мобильные приложения также устанавливаются по этому же Adobe ID у Adobe. Окей, сейчас мы, уже зайдя в свою учетную запись, выполняем загрузку для ПК, вот здесь слева есть такая кнопка у нас, загрузки для ПК, в списке предполагаемых загрузок, то есть тех приложений, с которыми вообще сейчас вам можно, скажем так, работать, у нас доступны разные программы. Первый — это Creative Cloud. Это утилита централизованная для управления, в общем-то, всем тем, что у нас будет уже устанавливаться на компьютере, чтобы это делать не через веб-браузер, а через специальное приложение. Загружаем эту утилиту, устанавливаем, и я специально сейчас перейду, закрою сейчас, временно скрою окно браузера, для того, чтобы мы видели с вами только утилиту Creative Cloud. Вот она. Утилита — это самая Creative Cloud, несколько увеличим. Она отображает нам, в общем-то, информацию о том, что у нас происходит с нашими файлами, с нашими шрифтами, прямой доступ к Adobe Stock. Но нас интересует другое приложение. Мы еще пока не установили иллюстратор, например. И если бы он... у меня уже он установлен, поэтому предлагаю открыть его. Но если мы хотим установить, например, вот XD требует обновления. Нажимаем «Обновить», «Update», он сделает обновление. Или, например, Premiere Pro требует обновления. Вот After Effects я обновил, а Premiere Pro как раз еще не обновил самого последнего обновления. И Dreamweaver, например, требует установки. Так же будет с иллюстратором. Если у вас не установлен, будет написано, что необходимо его установить. Важнейший здесь момент. Устанавливается он на том же... с тем же языком интерфейса, на котором у вас сейчас работает вот эта программа Creative Cloud. А она, в свою очередь, устанавливается и работает с тем языком интерфейса, с которым у вас назначен сейчас как основной язык в операционной системе и Windows, и Mac OS. Для того, чтобы назначить правильную установку, прежде чем устанавливать, вы должны зайти в «Настройки», в «Ниспадающее меню» вот здесь вот этой утилиты Creative Cloud. На Windows она работает абсолютно так же, просто находится, соответственно, в нижнем трее, то есть в нижнем меню, в нижней вот этой панели операционной системы Windows, либо там, откуда вы ее запускаете, собственно, из меню «Пуск». И у нас есть Creative Cloud, настройки здесь такие, то есть главные. Заходим в Creative Cloud. App Language — язык приложений. Выбираем здесь тот язык, с которым мы хотим работать. Если у вас здесь выбран русский по умолчанию, переключитесь на английский. Нам будет удобнее изучать программу Illustrator на английском. Почему? Потому что вся индустрия работает на английском. Все равно, в любом случае, все термины специфически связаны с векторной графикой, с эффектами вокруг этого, то есть с самодействием с программами растровой графики, с программами верстки, тем более с motion design, то есть все, что касается каких-то моментов, связанных с After Effects, обычно все эти термины, они имеют корни из английского языка, то есть из англоязычных слов. Нет смысла заниматься вот этим искажением порой реальности, в попытках перевести как-то корректно это все на русский язык. В общем, они достаточно часто там уходят несколько в сторону и нас только путают. Поэтому, если для вас это будет критично, вы сможете установить отдельно на русском языке. Сейчас подскажу, как это делается. Итак, мы установили основной язык, далее возвращаемся обратно в настройки, выполняем установку. Если вы уже сделали установку, то сначала вам нужно тогда сделать удаление с помощью ниспадающей вот этой вот кнопки, рядом с открытием, да, manage, uninstall, удалить. То есть мы деинсталируем приложение, уничтожаем его, скажем, удаляем с нашего жесткого тиска из нашей операционной системы, затем меняем уже там язык в настройках и устанавливаем его заново. То есть он предложен нам установить заново. Я сейчас нажал открыть, у нас иллюстратор уже пока фоном запускается, пускай запускается, запускается. Еще один момент, связанный с Creative Cloud, пока у нас там запустился. Еще один момент, связанный с Creative Cloud, заключается он в том, что вы можете устанавливать программы также старых версий. То есть, например, я могу выполнить команду manage other versions, то есть другие версии, и найти здесь иллюстратор более старых версий. Зачем мне это может быть нужно? Возникает вопрос. Первое. На тот случай, если вдруг... То есть вам придется это сделать, если вдруг, например, вы не будете проходить по системным требованиям, то есть у вас не будет, например, 10-й Windows установлен, вы не сможете просто 19-ю версию установить, вам будет предлагать по умолчанию устанавливать вот эту вот, не 23-ю, да, которая CC 2019, а 22-ю он будет вам предлагать, ну, просто по умолчанию будет вам ее ставить. И понять это вы сможете только уже посмотрев, собственно, информацию о программе и увидев, что это действительно та версия, которая есть. Или, например, если у вас старая Mac OS какая-нибудь установлена, если вы работаете на Macintosh, у вас старая Mac OS, он тоже последнюю версию не установит. Ну, в любом случае у нас есть возможность добраться до более старых версий, если у нас совсем слабый компьютер, который, ну, очень некомфортно работать в каких-то более-менее свежих версиях программы, можем установить даже совсем старую, CS6, например, да, она будет меньше функций иметь в себе каких-то, новейшей функции в ней не будет, конечно, но в базе она будет позволять работать и будет позволять работать очень комфортно на любом железе буквально, да, то есть на любом компьютере. В отличие там от самых новейших версий, которые работают быстрее, но работают быстрее, когда и железо соответствующее, да, то есть компьютеры достаточно современные. Окей, с этим понятно. Ну и, конечно, здесь такой же сценарий переключиться для того, чтобы установить одну из версий, например, с русской локализацией, с русским интерфейсом, две версии одной и той же программы на одной машине, что на виду, что на Mac работает прекрасно, дружит. Это, в общем-то, касается всех программ Adobe. Друзья, здесь важный момент еще, связанный с тем, что технические требования как раз, требования к железу, которые и к операционным системам, которые диктуются у нас, скажем так, Adobe. Для этого мы с вами зайдем на сайт Adobe, воспользуемся здесь поиском. Здесь есть прекрасный такой поиск. И введем здесь иллюстрейтор и, например, requirements, требования. Можно по-русски написать требования, он найдет вам статью на русском. Вот видите, он, в общем-то, и нашел. И он найдет нам несколько различных материалов, статей, которые, в общем-то, нам будут релевантны по данному запросу. Например, вот мы можем выбрать самые последние, technical requirements. Вот он даже их на английском показывает. Давайте посмотрим их на английском. Так, стоп. Нет, это немножко, это experience manager, это немножко не то. Тогда лучше самые релевантные, а не самые последние. Ищем Adobe Illustrator для Windows Mac. Вот, наверное, все-таки вот это самые более-менее какие-то последние требования. Правда, почему-то для выпуска за октябрь 2018-го. Наверное, что-то не обновлено. Либо, кстати, очень частая ситуация, когда некоторые моменты в справке, самые последние обычно, то есть обычно как что-то, что вышло недавно, что относительно недавно обновилось, но бывает, что даже несколько месяцев они могут затянуть с некоторыми пунктами, может, некоторая часть контента быть не переведена на русский язык на сайте, да, и быть доступна только на английском. Опять же, внизу меняется спокойный язык. Либо, если мы посмотрим в путь к тому или иному месту справки, здесь всегда есть слэш, слэш ру. Убираем. И он, по идее, должен на английском нам все показать. Ну, понятно, что перевести на русский, надо, соответственно, там ввести. Итак, мы смотрим те релизы, которые у нас есть. Вот Interaction to Illustrator, Illustrator System Requirement. Нам не нужно early release, нам нужен самый последний релиз. Почему 2018-й? Он нам показывает. Хотя давайте-ка мы вернемся вот сюда, посмотрим, какой здесь у нас был. 2018-й иллюстратор. Вот он предупреждает, что последняя версия приложения Creative Cloud не поддерживает некоторые старые версии Windows и Mac. Можно почитать об этом, это очень важное, такая тоже вот здесь важное заявление. То есть, иллюстратор это тоже касается. И здесь есть определенные инструкции по тому, как обновить свою операционную систему, если вдруг вы столкнулись с тем, что, да, у вас 2019-й версии иллюстратор, например, не хочет устанавливаться на старый Windows и так далее и тому подобное. То есть, вот здесь есть все пункты, с чего начать, как провести апгрейд, какая минимальная должна быть система. То есть, например, для Macintosh это должна быть как минимум High Sierra. Должен быть проведен апгрейд. Вот. Даже не все версии Windows 10, то есть может потребовать вас, если у вас даже десятка, потребует установки последних обновлений. И, например, если у вас 8.1 система, да, тоже не работать будут, будут последние версии и Photoshop иллюстратор на системе 8.1, в определенных версиях все это не поддерживается, да, и нужно сделать апгрейд до Windows 10, соответственно, ну, либо устанавливать более ранние версии Adobe Illustrator. И то же самое с семеркой, апгрейд. Все здесь понятно. Хорошо. По поводу требований к железкам. Они более-менее простые, понятные. Минимальные требования к оперативной памяти, к жесткому диску, к дисплею по разрешению, да, то есть они здесь все, в общем-то, присутствуют. И действительно вы можете на них ориентироваться. Единственное, что я буду ориентироваться вот на последние все-таки более-менее требования, а не на те, которые были более ранние, предыдущие, да, то есть здесь есть различия. Очень важный момент, что у него работает через, например, OpenGL, да, работает GPU-ускорение, GPU-перформанс, так называемый. Соответственно, это опциональная штука, она не обязательная. Здесь специально указано, что это опциональная вещь. Если у вас даже нет какой-то видеокарты, поддерживающей OpenGL, то вы будете просто работать без этого 3D-ускорения, GPU-ускорения прорисовки. Если что, поддерживаемые адаптеры, видеоадаптеры, да, GPU вот эти как раз, они вот здесь в списке присутствуют. И, в общем-то, все четко понятно, да, какие именно модели поддержатся, какие нет. На Mac OS тоже самое, все те же самые требования, приблизительно все похоже. И, собственно, также работает GPU-перформанс, по сути, чувствительным к тому же списку видеокарт. Окей. С установкой и техническими требованиями, я думаю, мы разобрались и можем двигаться дальше в саму программу Adobe Illustrator. Она у нас запустилась. Теперь посмотрим на некоторые вещи, которые мы видим при запуске программы. На самом деле, чаще всего она у вас будет запускаться по умолчанию вот в такой приветственный экран, так называемый Welcome Screen или Home Screen теперь это назвали. Домашний экран, в котором вы сразу можете там либо посмотреть какие-то свои последние файлы, с которыми вы работали, либо, например, изучить что-то новое для себя, какие-то ролики посмотреть по функциям. Но, наверное, если вы уже будете работать в программе ежедневно, подобный Home Screen, он является лишним, на самом деле, звеном, да, интерфейсным таким. Вам хочется сразу приступить к работе. Скорее всего, вам будут не нужны вот эти все пункты. Вы можете здесь же сразу создать команду, использовать команду Create New Document, создать новый документ, да, вот у вас откроется соответствующее диалоговое окно создания нового документа. Можете открыть документ, а можете даже еще не открывать никакого документа через меню Window, меню здесь доступны в этом режиме, перейти к рабочему пространству Workspace, например, Essentials. И он вас переведет на вот это базовое рабочее пространство, отключив Home Screen. Тут стоит отметить, что если вас будет раздражать этот Home Screen постоянно, его запуск автоматический, заходим в настройки программы. На Windows это, соответственно, Edit Preferences, где-то здесь, а на Macintosh это Illustrator Preferences. Но и на Windows, и на Macintosh горячие клавиши одинаковые, да, то есть просто на Windows у нас Control используется как основная функциональная клавиша, и на Macintosh это, соответственно, Command. Я работаю на Mac, поэтому у меня всегда будет вот этот значок, как здесь подписано сейчас Command Key, например. Мы с вами берем смело совершенно, нажимаем Command Key, либо запускаем это диалоговое окно, и на Windows Control Key попадаем в настройки. Здесь в настройках прям в основном блоке, вот в первой вкладке, можем отключить галочку Show Home Screen when no documents are open. То есть пока не открыт ни одного документа, показывает этот Home Screen. Нам он не нужен, да, мы убираем эту галочку, и больше нам это мешаться не будет. Еще один интересный момент, связанный с настройками. Мы можем обратить внимание, что здесь находится, в этой же основной вкладке, в первой, находится много полезных опций, такие, например, как Keyboard Increment, шаг движения объектов с клавиатуры. Именно здесь его можно задать, например, в миллиметрах, либо в пикселях, да, в зависимости от того, с чем мы работаем. Поэтому надо запоминать вот это значение, вот это сочетание клавиш Control Key, либо Command Key на Mac, почему? Потому что периодически сюда приходится заходить в настройки, чтобы кое-что поменять. И еще здесь есть некоторые интересные вещи, например, масштабирование углов вместе с масштабированием объектов, радиусов углов, скруглением уголочков, да, если у объектов такой эффект, и все, или, например, масштабирование в целом всех обводок, то есть их толщины, и эффектов, примененных к объектам, также масштабировать их или нет, или сами объекты увеличивать, эффекты составлять в прежнем, скажем так, непропорционально объектам. Вот много таких разных полезных настроек. Пока достаточно. Мы идем в еще, например, вкладку Selection and Anchor Display, то есть здесь настраивается индикация того, как будут у нас отображаться различные векторные элементы, опорные точки, выделяемая контура, все здесь настраивается. Отдельно, например, есть для направляющих раздел, да, то есть настройка направляющих, или, например, быстрых направляющих, так называемых Smart Guides, динамических направляющих, помогающих нам позиционировать объекты быстро и моментально. Или, например, важнейшая вкладка Units. Вот это очень важная вкладка, особенно когда мы, ну, она, с одной стороны, очень важная, с другой стороны, не очень удобная. Почему? Потому что мы здесь можем один раз выбрать какие-то параметры, настройки глобальные. Например, главные единицы измерения, то есть основные, за что отвечают? За размеры объектов и их координаты в основном, да, то есть все, что касается объектов. Например, если вы работаете больше в медийной, скажем так, с цифровыми какими-то макетами, да, то есть для диджитал-среды, для диджитал-сред веб, дизайн, мобайл-дизайн, может быть, работаете с видео, вам всегда будет удобнее в пикселях считать. Вы можете здесь просто по умолчанию себе для удобства поставить пиксели, да, то есть как основные единицы. Естественно, это можно изменить и в конкретном документе, мы позже это посмотрим. Ну, глобально можно настроить здесь, в настройках, да, для всех, скажем так, вновь создаваемых документов. И также есть здесь отдельно выделенная настройка для единицы измерения, вычисления обводок. Обычно это пункты, просто так всем удобнее, да, по сути, пункты здесь будут в иллюстратору равны пикселям. И type — это кегель текста, да, то есть размер текста. И, соответственно, он тоже измеряется всегда обычно. Все, что связано с типографикой, привыкли измерять всегда в пунктах, и об этом мы всегда говорим в пунктах, да, то есть обмениваясь информацией, например, где какого размера у нас шрифты или какой интерлинияж. Поэтому эти настройки по умолчанию вполне здесь удобны, скажем так. Так, достаточно здесь, в принципе, я думаю, сейчас информации. Есть еще ряд настроек, связанных, например, вот с производительностью. Ну, давайте еще вот этот момент. Как раз мы упомянули в требованиях наличия видеокарты, но, как я сказал, это опционально. И действительно, если даже у меня есть видеокарта, которая поддерживает GPU performance, GPU ускорения в иллюстратор, я могу принудительно отключить, если вдруг эта функция меня раздражает или я вижу с этим какие-то проблемы. Такое бывает, если карта, например, очень старая, как в моем случае, да, может работать GPU performance не очень быстро, но я все равно оставляю эту функцию. В большинстве случаев, там, в 90% случаев она меня устраивает и работает очень удобно, и мне помогает, она ускоряет процесс. Иногда бывает, что ее нужно отключить временно. Я вас научу как-то делать на ходу, на лету, не заходя ни в какие. И preference, да, там все можно делать быстрее и удобнее. Окей, сейчас пока достаточно по настройкам. Остальные настройки нам будут нужны по ходу дела, по ходу курса. Мы будем изучать разные отдельные категории, скажем так, области приложения, да, разные функции, и, возможно, нам понадобится заклядывать в preferences еще неоднократно. Давайте с вами посмотрим про сброс настроек, важный момент. И для этого достаточно зайти, опять же, на справку вот сюда, набрать здесь Illustrator. Кстати, из самого Illustrator, из интерфейса тоже можно быстро попадать в справку. Единственное, что здесь поиск справа наверху, он заточен под поиск на Adobe Stock. То есть, если я здесь что-то ввожу, он начинает по ключевым этим словам искать мне какие-то изображения или векторную графику на стоковом сервисе Adobe, да. Ну, он, кстати, за дополнительную плату идет, он не включен в Creative Cloud, как многие могут подумать. Нет, подарков здесь в этом плане нет, он отдельно приобретается, специальный план у них там есть. Но вопрос-то сейчас в другом. Мы можем здесь выбрать в качестве поля поиска Adobe Help, а не Adobe Stock. И тогда мы ищем сразу в справке, это очень удобно. Мы не выходя из Illustrator, не запускаем правду, то есть просто какое-то ускорение для нас. Здесь пишем Illustrator, например, можно даже Illustrator не писать, он и так будет в разделе Illustrator сказать, это уже у меня привычка. Можно было просто написать Reset Preferences, например. Preferences, даже если с ошибкой, ничего страшного. Итак, он нам приблизительно сейчас найдет что-то здесь релевантное, релевантное, и мы сразу, да, вот на самом деле вот эти же моменты, связанные с Reset, почему он нашел здесь в форуме, потому что у нас поиск идет по поддержке и по комьюнити, а нам нужен только по саппорту, то есть только по поддержке, если мы не доверяем, скажем, здесь форуму. Вот, и заходим в любую справку, связанную с preference. Тут будет все про настройку установок, да, Illustrator Preferences, где они лежат, вот они вот пути, то есть можно выйти из программы, пройти по вот этим путям через проводник или Finder, в зависимости от вашей операционной системы, найти там файл иллюстраторских установок и удалить его вручную. Но, в принципе, никто нам не мешает воспользоваться специальным, специальным горячим клавишами для Reset, вот они. При запуске программы нужно зажать и удерживать клавиши. Для Windows, соответственно, Alt-Control-Shift, для Macintosh Option-Command-Shift, да, как это будет выглядеть. Выгружаем программу, иллюстратор. И, приготовившись нажимать Command-Alt-Shift, в моем случае вот эти вот три клавиши, вот сейчас они здесь отображаются, Command-Alt-Shift подсветились, на Windows, соответственно, Alt-Control-Shift, я готовый нажать эти клавиши, запускаю иллюстратор, запускаю, и тут же нажимаю эти клавиши. В процессе загрузки он спросит меня, что необходимо удалить настройки, да, сбросить их. Вообще-то он должен был уже это сделать, по идее. Да, вот он это сделал, он даже не спросил, просто все обнулил. Вот у меня иллюстратор с абсолютно обновленными настройками. Мы видим, что у нас и цвет подсветки интерфейса изменился, и все остальное. Вот приблизительно с этого мы с вами режима и будем начинать работать. Итак, давайте я создам сейчас быстро какой-то новый документ. Предварительно зайду в настройки, уберу вот эту все-таки галочку, чтобы он мне не показывал хомскрин, не хочу, да, пускай будет вот так. И создам быстро документ File, New, традиционно, создание нового документа. В принципе, сейчас вот воспользуюсь каким-нибудь пресетом Mobile, абсолютно любым. Например, создам документ с размерами монтажной области под экраны определенного устройства, в данном случае там iPhone какого-то. Окей, все, мы создали документ, создали, знаем теперь, где, если что, найти какие-то настройки. Представляем, как иллюстратор, в общем-то, запустить и к нему подступиться. Никаких здесь проблем. Важнейший момент, связанный тоже с настройками программы. Обратите внимание, что любая команда, и я уже успел об этом неоднократно упомянуть, да, в процессе, то, что мы используем горячие клавиши, то есть сочетание клавиш быстрых. Киборд-шоткаст, так называемая. Любая команда в меню содержит какой-то прописанный к этой команде, присвоенный к ней вариант клавиатурного сокращения, да, вот этих вот самых горячих клавиш. Везде, где вы посмотрите, вот, там, например, в меню выделения объектов, в меню управления объектами, редактирования, да, в текстовом меню, в меню просмотра, все, что касается навигации и режимов просмотра документа, везде назначены какие-то горячие клавиши, да, смотрим, какие, это очень удобно, мы никогда не запутаемся, не заблудимся, скажем так, да, с точки зрения выполнения этих функций с горячих клавиш. Или, например, те же панели, которыми мы пользуемся, на многие назначены горячие клавиши по умолчанию, мы видим это, да, достаточно удобно это все запоминать. Понятно, что не надо пытаться это сразу как-то там форсировать и пытаться запомнить, заставляя себя это делать, нет, это в процессе постепенно вы наберете опыт и будете запоминать нужные вам горячие клавиши, некоторые окажутся вам ненужными, некоторые мы будем заменять при необходимости. Вот как раз возникнет вопрос, где это все централизованно посмотреть? Меню Edit, Keyboard, Shortcuts, клавиатурные сокращения, те же самые, да, заходим в эти самые клавиатурные сокращения, у нас здесь Set Illustrator Defaults, то есть по умолчанию установлены некие свои настройки, здесь есть отдельно клавиатурные сокращения по командам меню и отдельно по инструментам Tools, то есть по инструментам это все то, что в панели инструментов, вот находящиеся вот здесь слева находятся, все вот эти инструменты, они здесь присутствуют, также вот для них можно назначить клавиатурные какие-то сокращения. Меню команд, и здесь есть поиск очень удобный, то есть, например, с вами нужно найти команду Expand, очень важную команду, разобрать графику, да, которая позволяет разбирать и упрощать графику, она существует в нескольких вариантах, это как, например, Expand Shape, Expand Blend в различных подвариациях, он все это показывает, да, то есть вот, например, очень много таких вариаций для команды, ну вот основная Expand в меню Object и Expand Appearance в меню Object, там же, очень важные команды, которые позволяют разобрать эффекты, упростить их, либо разобрать вообще обводку и заливку объекта, тоже их воспроизвести как максимально простые объекты, просто кривые, без каких-либо эффектов. Но дело в том, что в иллюстратор даже обводка — это эффект, строк, понятие обводки, да, если вы какой-то цвет, это какую-то толщину линии даете по контуру, это эффектом считается в любом случае, но это в любой векторной программе так работает, соответственно, можно даже это упростить, Expand. Ну, до этого еще дойдем, все это нам понадобится, безусловно. Сейчас пока оставим за кадром. Итак, на команду любую я могу назначить горячие клавиши. Ну, например, если мне удобно использовать клавиши функциональные, предположим, там, F1, F2, F3, предположим, да, то я могу назначить на Expand, например, я использую F3, да, назначаю F3, все, я знаю, что эта команда будет... Да, он меня предупреждает, что, слушай, он говорит, команда F3 была раньше назначена на команду Copy. Ну, копировать я, в общем-то, с F3, наверное, не буду, это не очень удобно, там, есть для этого Ctrl-C, Ctrl-V, да, или Command-C, Command-V на Macintosh, соответственно, ну, то есть, понятно, что мы уже, в общем-то, все привыкли, наверное, к таким горячим клавишам, поэтому не будем занимать полезную функциональную клавишу на какой-то ненужный дубликат, вот воспользуемся тем, что назначен на Expand, очень будет удобно. Дальше, как здесь работает? Уже кнопка назначена, все, можем нажимать ОК, выходить из этого окна. Единственное, он обязательно попросит сохранить сет, то есть набор клавиатурных сокращений, дать ему просто какое-то имя, да, я его просто назову My Shortcuts, вот так. Ну, то есть мои какие-то, мои рабочие там сочетания клавиш. А, и если мне будет нужно посмотреть все эти клавиатурные сокращения мои, которые имеются в едином неком списке, я возвращаюсь в данное окно Keyboard Shortcuts и выполняю команду Export Text. Я экспортирую текст туда, куда мне будет удобно, например, непосредственно в папку с нашими материалами, в текстовый вариант. Он в виде текстового файла покажет мне все мои клавиатурные сокращения, которые я могу использовать, уже как-то отформатировать в табличку там и так далее и тому подобное. Хорошо. Ну, и, наверное, последний здесь момент, который нужен в базе нам. Вы можете поначалу удивиться, почему иллюстратор последних версий предлагает вам какую-то некую новую рабочую среду. Если вы новичок в иллюстратор, для вас это сейчас ни о чем не говорит данные слова, да, ну, просто непонятно, к чему это было. Но если вы работали хоть когда-то раньше в программе «Доп-иллюстратор», то вам необходимо, конечно, будет заметить, ну, то есть неизбежно вы заметите, что рабочее пространство в новой версии несколько изменилось. В этом нет ничего страшного, вы просто можете вернуть себе классическое рабочее пространство, также выбрав его через меню «Window Workspaces», «Window рабочей среды», вот «Workspace», либо через специальную кнопку, которая у нас есть в верхней панели всегда. Это, вот, например, пространство автоматизации или базовое пространство, либо классическое базовое, там, где как раз панель «Controls», вот эта горизонтальная верхняя панелька возвращается. Ну, об этом чуть позже. Ну, либо, например, там рисование, то есть он выдает вам соответствующее пространство, которое предпочитает для этого максимально, скажем так, удобным, или вот, например, пространство «Web». Окей, я сейчас вернусь к пространству «Essential», базовое. Зачем оно такое нужно? Затем, что вот как раз для тех, кто изучает иллюстратора впервые, оно предназначено как максимально удобное, максимально, скажем так, современное, потому что все завязано на панели «Properties», свойства, контентно-зависимая панель, которая показывает информацию о текущем контенте, который прямо в данный момент выделен, да, то есть о тех объектах, с которыми мы непосредственно работаем. Например, в данном случае, когда у нас нет ни одного еще объекта, выделено только, ничего не выделено, то есть у нас есть только монтажная область, грубо говоря, вот, не возьмем инструмент выделения про черную стрелку, панель «Properties» показывает информацию о этой монтажной области, что очень удобно. Хорошо. Мы разобрались с вами с настройками, и будем переходить к более подробным настройкам самой рабочей среды. Итак, друзья, перейдем к настройкам рабочей среды, своей собственной, скажем так, да, то есть что нам хотелось бы в этом интерфейсе улучшить, настроить под свои задачи, настроить для своей более комфортной работы. Я думаю, что здесь для удобства просмотра лучше открыть какое-то изображение. Изображение у нас с вами есть в материалах к занятиям, и вы сможете также благополучно открыть. Например, я сейчас просто открою такой постер. Пускай будет какое-то изображение, нам так будет интерфейс виден более, если хотите, правильно, то есть ближе к реальности, к реальной обстановке. Итак, у нас открыт какой-то документ, и посмотрим на, собственно, те настройки, которые я хотел бы здесь отметить. Панель инструментов. Панель инструментов может выставляться в режиме одной колонки и в две колонки. Обратите внимание, что это несколько урезанная панель инструментов. Почему? Потому что именно в рабочем пространстве Essentials разработчики решили ее упростить для новичков иллюстраторов. На самом деле, я бы рекомендовал все-таки перейти к классическому здесь варианту этой панели, и можно это выбрать через меню Window, Toolbars, то есть панель инструментов, да, и выбрать здесь, в общем-то, любую другую панель. Вот, например, здесь есть такая Advanced, расширенная панель, да, вот ее вариант Advanced, вот, пожалуйста, она готова. Но зачем, собственно, они ее как-то упростили? Дело в том, что вы можете создавать вообще свои собственные панели инструментов, либо модифицировать текущую панель инструментов. То есть даже если она у вас открыта в варианте Basic, вы можете, давайте я верну ее еще, я вообще ее полностью сейчас закрыл, кликнув на ней повторно, вернул ее обратно через меню Window. Специально увеличиваю этот фрагмент, чтобы нам было удобнее и лучше это четче видно. Здесь в панели инструментов, в самом низу, есть кнопка Edit Toolbar. Нажимаем на этой кнопочке, подсказку игнорируем, то есть еще раз кликаем, и видим, что действительно у нас появляется такой некий список всех вообще инструментов, вообще всех имеющихся инструментов, и перетаскиванием этих инструментов вот сюда, в какие-то вот разделы, да, я могу совершенно спокойно наполнять панель теми инструментами, которые, считаю, нужным ее необходимо наполнить, да. Ну, например, добавить какие-то еще, вряд ли бы я стал добавлять вот этот инструмент перо с плюсом, добавление опорных точек, это здесь немножко странно, скажем так, в данном случае. Ну, вот, например, по добавлению каких-то типов объектов, почему нет? Потому что обычно, например, если мы кликнем на неиспадающем списке, то мы видим Rectangle, Ellipse, Polygon, да, там, звезды, линии, то есть вот прямоугольные, круглые, точнее, ну, как бы овальные, да, там, формы объектов. Можно создавать быстрые объекты с помощью вот этих кнопок. Ну, они все находятся в подменю, как мы поняли. Нужно удерживать здесь кнопку мыши и какое-то время держать ее, там, долю секунды, чтобы открылся весь полный список, по нему скроллить, выбирать. Если нам это не нравится, без проблем мы можем вынести нужные инструменты, находящиеся здесь во вложенной всей этой структуре, да, в основной список. То есть мне никто не мешает поместить, вот, например, скругленный вот этот прямоугольник сюда, вот эту вот штуку вообще вот так вот раскрыть. Стоп. Сейчас мы вернемся сейчас с вами к этому варианту. Например, вот этот вот Rectangle Tool. Здесь не очень удобно, когда уже у нас есть отдельная вот эта панелька. Давайте мы ее раскроем, вынесем немножко в сторону. Попробуем вот сейчас отсюда это сделать, то есть попробуем перетаскивать отсюда, сюда. Нет, так не работает. В данном случае я рекомендовал вопрос, если вы сталкиваетесь уже с такой ситуацией, что вам действительно нужно более гибко расположить элементы, то я бы рекомендовал просто создать свою собственную туда панель инструментов. Можно это сделать, да, в меню Window, Toolbars. Идем сюда. Window, Toolbars, New Toolbar. Мы создаем свою собственную панель инструментов и ее наполняем уже, в принципе, так, как хотим. Вот здесь вот тоже доступен весь полный список команд. Например, вот здесь мы ставим свои инструменты, там, Ellipse, Star, еще что-то, да. Причем панель эта может жить совершенно спокойно с основной панелью рядышком, никак ей не мешает. То есть можно даже сделать какое-нибудь вот такое прилипание панелей друг к дружке, да. То есть, например, у нас есть одна панель, которая отвечает за основные инструменты, выделения, какие-то вот основные стандартные инструменты. А здесь мы еще добавляем свою собственную дополнительную панель, в которой находятся, например, разные типы объектов для быстрого к ним доступа. Да, то есть вот они все. Одним единым списком, включая там такие редко используемые инструменты, как спираль, например, либо там арка, либо прямоугольная сетка или сетка полярных координат. То есть очень много всего интересного может быть вот так добавлено в дополнительную панель. Непраздный здесь у нас интерес к настройке, да, сразу этого момента. Поначалу, конечно, нам, может, такой необходимости в этом не будет, высокой. Нам достаточно будет стандартных инструментов, и это даже полезно привыкнуть к ним, поэтому я сейчас переключу как раз рабочее пространство в режим Workspace Essential Classic. Без проблем, да. Что мне еще это дает? Смотрите, у нас есть панель Properties. Если я выделю любым инструментом, там инструментом черная стрелка, либо инструментом белая стрелка, выделю какие-то объекты вот в данном файле, в данном макете, какие-то векторные элементы я выделяю черной стрелкой. Панель Properties показывает все необходимые данные об этих объектах. То есть она показывает, отображает их координаты по x, y, по, значит, размеры по ширине и высоте, w, h, да, width and height, и, соответственно, угол поворота, например, и также возможности по трансформации определенные здесь сразу выдает. То есть, например, можно с помощью маленьких кнопок сделать флип по горизонтали, либо по вертикали, то есть зеркалировать, сразу же сделать зеркальное отображение. Есть некоторые параметры по заливке и обводке, appearance объекта, да, эффекты, можно сразу же здесь какие-то применять. То есть панель Properties выполняет для нас некий такой, представляет из себя некий центральный пункт управления оформлением и параметрами любого контента. То есть, если, например, это будет текстовый контент, вот сюда добираюсь двойным щелчком и работаю уже как с текстом, он показывает мне панель Character заодно, в которую я могу выбрать шрифт, начертание, кегель и прочие-прочие разные параметры, включая абзацные параметры, такие параметры, которые позволяют нам, например, выключку делают по центру, влево и так далее. То есть панель Properties, казалось бы, все это выполняет. Но это новая панель. И, например, в Illustrator 2017 версии ее вообще не было. То есть она появилась впервые только где-то в 18 версии, да, и потом она вот улучшалась, в 19 версии ее еще улучшили и поставили уже, скажем так, на первое место. Что же было раньше и чем пользуются те, кто в Illustrator работает давно, и им эта панель Properties может быть не очень удобна? Старой панелью Control. Вот она. Ее можно запустить в Windows Control, либо переключиться в соответствующее рабочее пространство, да, Workspace, Essential Classic, например, сразу же. Чем она как раз удобна? Тем, что она помимо того, что она вам откроет панель Control, будет доступна панель Properties, если вам надо, и еще дополнительные панели. Их можно раскрыть с помощью вот этих кнопок. Весь блок панелей можно раскрыть, экспондировать, да, то есть expand, развернуть, либо обратно его свернуть. Вот так вот. Это очень легко все делается. Здесь есть какой-то набор панелей. Не факт, кстати, что этот набор панелей абсолютно идеальный, то есть я могу всегда выполнить команду Reset Essential Classic из списка команд рабочих пространств, чтобы проверить. Нет ли здесь каких-то изменений уже моих собственных, или это действительно системное? Итак, панельки очень легко за заголовки перетаскиваются, как в любой другой Adobe программе. Например, Properties я могу поставить здесь, в библиотеке я могу добавить, например, в как раз вариант. Если у меня экран позволяет, да, то там, конечно, не будет никаких проблем с распределением всех этих панелей, размещениях, да, то есть они могут размещаться в виде кнопок с названием, либо просто кнопок только с иконкой, как в данном случае. И я, например, рекомендую, когда вы уже работаете быстро и работаете много в программе, и если экран у вас, конечно, тоже позволяет, то есть если это не работа за ноутбуком с разрешением меньше Full HD, то я рекомендую, конечно, раскрывать панели в полный рост, скажем так, да, то есть о чем идет речь. Раскрывать вот этот блок, где у вас будет доступна панель Color, панель Swatches, образцы, панель кисти, Brushes, да, панель Symbols, Symbols, панель управления обводками, Stroke, причем со всеми, может быть, ее дополнительными функциями. Ну, она очень много места занимает со всеми функциями, поэтому я, например, предпочитаю такие панели выводить вот в такой дополнительный блок, в такую колонку дополнительную, где в виде кнопок, если что, можно раскрыть ту или иную панель, да, быстро. К тому же на многие из этих панелей назначены горячие клавиши. Панель можно легко закрыть, то есть если вдруг вы так сделали, что вы запустили какую-то не очень для себя понятную панель, например, вот работа с переменными данными, Variables, да, вот вы, например, открыли, и можно панель, это, в принципе, ну, например, там, и с VG Interactivity, и Variables, правой кнопкой мыши производите клик и закрываете Close. Да, если, здесь-то понятно, можно крестиком просто скрыть, но если она была уже вот здесь, то тоже возникает вопрос, если она вам не нужна, из VG Interactivity правой кнопкой мыши кликнули, нажали Close, чтобы она больше вам не мешалась. Итак, рабочее пространство настраивается достаточно удобно. В рабочем пространстве мы также видим еще строку состояния внизу. А, да, прежде чем к строке состояния мы обратимся, давайте все-таки панель Controls немножечко затронем, чем она так интересна. Вот раньше действительно пользовались именно этой панелью Controls, и она и сейчас удобна. Например, я себя ловлю на том, что мне она, наоборот, бывает удобнее, чем новая панель Properties, ну, это уже вопрос моих привычек, да. Если я давно работаю в программе, мне не так-то легко перестроиться под какие-то новые идеи интерфейса, поэтому выбирайте свой путь. Я буду больше, наверное, в процессе работы, вот автоматически пользоваться именно панелью Controls, потому что мне так удобнее. Либо горячим, ну, то есть своими путями, да. Поэтому здесь, в принципе, эта панель также, она контентозависимая, то есть если я выделяю графику, она мне показывает информацию, что это прямоугольник, прямоугольный объект, да, прямоугольной формы, что у него есть вот такая заливка, у него нет обводки, у него нет обводки также с точки зрения ее толщины, не применены никакие там кисти и профили обводок переменной ширины, но здесь может быть немножко она перегружена, эта панелька Controls, но в принципе она дает всю необходимую информацию, дает информацию о панели прозрачности, то есть любая подчеркнутая здесь какая-то надпись, она означает, что нас под ней ждет какое-то дополнительное окно либо дополнительная всплывающая панель с параметрами, мы все это видим с вами, например, даже целая панель Transformers здесь доступна, если что, да, то есть все это в одной панельке. Огромное количество функций и команд все объединено вместе в единую такую длинную строчку. Меня это вполне лично устраивает. Еще раз повторюсь, это ваш выбор. Если выделяю текст, опять же она показывает информацию о тексте, о том, какая используется гарнитура, кегель, интерлиниарш и прочие-прочие-прочие параметры. Прекрасная, удобная панель. Если выделю несколько объектов, то есть группу объектов, либо зайдя двойным щелчком в группу, начинаю их выделять по отдельности, как бы, да, несколько, то есть диапазон объектов удерживаю клавишу Shift, работаю инструментом черной стрелки, естественно, потому что это всегда основной инструмент выделения объектов, то панель тут же перестраивается. И панель Properties, кстати, если мы ее откроем, она тоже здесь так умненько нам стала показывать разные команды, связанные с группой объектов, да, то есть их можно, в общем-то, как-то распределить с помощью Range, что-то еще сделать. Но и панель, в общем-то, Controls показывает еще больше команд удобных, да, в данном случае. Она показывает и команды выравнивания этих объектов, да, и также дает доступ к их размерам, уже к диапазону, выделенному целиком, и команде, там, например, экспондирования, если это необходимо. Довольно удобно работает сама панель Controls. Не вижу смысла ее избегать, по крайней мере, точно, друзья. Итак, наверное, еще один здесь интересный момент, связанный со строкой состояния. Здесь можно выбирать внизу масштаб очень быстро, причем можно обратить внимание, что масштаб может быть вплоть до 64 тысяч процентов, ну, буквально это будет означать, что вот зажав клавишу пробел и начав пытаться скроллить, вот выбрав такой масштаб, мы можем даже не увидеть, где здесь у нас тут граница хоть какого-нибудь объекта. То есть я сейчас вот, если обратить внимание, я пытаюсь все двигаться вот как-то в рамках всего лишь одного объекта, и это происходит все очень долго, бесконечно, поэтому я лучше нажму пару раз Control-минус, либо Command-минус на Mac, для того, чтобы увидеть это в меньшем масштабе и понять вообще, где я находился. То есть представьте себе масштабы инструментов увеличения, да, как бы мы можем просмотреть детально, совершенно любой здесь фрагмент получается, благодаря такому огромному масштабу просмотру доступному. и никакой негативный момент, там никакая неточность, не застыковка, да, не смогут ускользнуть от нашего вот этого, нашего настолько точного контроля. И еще здесь есть пункт выбора монтажных областей, то есть той монтажной области, с которой мы работаем. В нашем случае она одна-единственная, поэтому она, в общем-то, здесь пока одна в списке. Тоже очень удобно с точки зрения навигации здесь вбить номер монтажной области, нажать Enter, перейти на него. Еще здесь один пункт — это выбор того, что здесь отображать. То есть, например, текущий инструмент, либо название монтажной области, активность, с которой мы работаем, либо название текущего инструмента, с которым мы работаем, который сейчас выделен, либо, например, дату и время работы текущего всего этого механизма, и также, например, количество отмен, number of undosed, так называемых, то есть отмен действий. Много полезной информации мы можем в нижней статусной вот этой строке для себя отметить и установить их там как естественным таким, чтобы они там постоянно были выбраны. Еще один момент — изменение подсветки. Вот эта черная подсветка интерфейса, она может быть для вас, для кого-то из вас может быть привычной, если вы привыкли к этому, например, в Photoshop или в After Effects или Premiere или в каких-то других приложениях с подобными интерфейсами, но для многих может быть и наоборот очень непривычной, поэтому зайдите в настройки программы, напомню, это Edit Preferences на Windows, либо Illustrator Preferences на Macintosh, либо Command-K или Control-K, и здесь в разделе User Interface можете совершенно спокойно выбрать другой вариант подсветки, например, я выберу некий такой нейтральный серый цвет. Последняя еще одна такая очень хорошая здесь новость для тех, у кого дисплеи с большим разрешением, с большой плотностью пикселей, такие как 5K-дисплей, например, или 4K. Вы могли заметить, что масштабирование для старых версий, вот, например, программ или многих других графических программ, масштабирование, например, даже в операционной системе Windows на сами программы, на приложении не работает или работает не всегда. Да, вот Adobe-ских программ раньше это касалось, наконец-то в 2019-й версии Illustrator, например, добавили UI-скейлинг и на Windows, и на Macintosh, то есть вы можете выбирать, в общем-то, что вы хотите, например, иконки показывать, и пункты меню в самой программе показывать крупнее, и выбирайте, насколько. Это очень полезно, потому что, ну, бывает, что там с разрешением 4K иконки становятся, инструменты настолько малюсенькими, что становится просто некомфортно работать, их просто не разглядишь, да, то есть, ну, напрягает глаза очень сильно. Пожалуйста, можем это теперь масштабировать, интерфейс теперь стал масштабированный. Полезная дополнительная опция. Заодно давайте мы обратимся с вами в подсветку интерфейса. Здесь же у нас она находится. А, ну вот мы, собственно, ее уже присвоили. Да, мы уже ее установили. Все, с этим у нас все здорово. Итак, мы закончили с разбором, в общем-то, рабочей среды. Теперь осталось ее каким-то образом сохранить. Вот это все положение панелей, которое мы с вами изменили, добавили какие-то панели туда, куда захотели. Например, Color Guide я вот еще вот сюда вот уберу, да, там еще что-то можем потом сделать. Если мне нравится такое расположение панелей, оно вообще само автоматически сохраняется вот сюда, в Essential Classic. То есть, если я сейчас правильно выйду из программы через Quit, а потом запущу ее, все откроется именно в таком же варианте расположения вот элементов панелей, да. Но при этом стандартные Workspace я могу всегда сбросить. То есть, если я сделаю Reset Essential Classic, он сбросит мне все на предустановленное состояние вот этих всех панелей, да, этого рабочего пространства. Поэтому я рекомендую вам сохранить свои собственные Workspace. Я делаю New Workspace, называю его, например, My Workspace. Может у него быть какой-нибудь дополнительный префикс, там, суффикс, название для того, чтобы вам было удобнее понимать, для чего вам этот Workspace удобнее или нет. Но на моем опыте большинство все равно использует один какой-то рабочий вариант среды. И, в общем-то, в нем уже там добавляют или отключают те или иные панели. Не то, чтобы часто переключаются прямо между Workspace, знаете, там, в течение дня. Особенно, если монитор большой, комфортно работать, или два монитора, да, то об этом вообще думаешь в последнюю очередь. Просто панели практически все можно поместить на экране. Ну, на эту тему у меня был такой шутливый Workspace, в котором, когда его запускаешь, то для документа остается маленькая, тоненькая такая полосочка посередине экрана, потому что со всех сторон этот документ вытесняют к центру нагроможденные вот эти панели. В иллюстраторах очень много. В меню Windows это хорошо видно. Здесь есть разделы, например, там, в тексте сразу там 8 панелей дополнительных, да, которые, кстати, легко вызвать там с помощью клавиш Command-T, либо Command-Option-T, да, вот эти вот, либо Ctrl-T на Windows. Здорово. Все это здорово, конечно, работает, но нам сейчас не нужно, поэтому также нажмем Command-T, либо Ctrl-T, чтобы панельку эту отключить. Обратите внимание еще, перед тем, как мы сохраним рабочую среду, да, вот, чтобы у нас вот это все восстановилось и сработало, да, мы рабочую среду сохранили, но бывает, что еще есть какие-то настройки самих панелей. Например, в панели образцов, если зайти в неиспадающее меню, можно указать, что я цветовые образцы хочу видеть, сортировать, например, по имени, они пересортироваются, да, или хочу показать здесь поле поиска, Show, Find, Fill, то есть, чтобы искать какой-то нужный образец. Пишу Red, он мне ищет красные какие-то цвета, у которых название есть, например, там, Red, да, там, или Black, он находит цвета, в которых есть черный, включая даже градиенты, причем вот здесь вот есть градиент от, с черным, и вот просто градиент от белого к черному, да, то есть разные, радиальный, линейный, находит такие образцы, здорово. Или, например, здесь показать все это в виде крупного списка, Large List View, чтобы были крупные миниатюры, в виде списка все цвета показать, да, но это не очень удобно. Обычно мы здесь используем все-таки в Swatches в образцах Medium Thumbnails, да, то есть, чтобы он все-таки миниатюрки показывал, либо даже вариант с небольшими миниатюрками, чтобы у нас как можно больше помещалась информация в тот же размер окна, если хотите, да, то есть в тот же размер вот доступные окна, которые у нас, в общем-то, здесь есть. Окей, отлично. Любая панель имеет какие-то свои настройки в неиспадающем меню. Вот, например, та же панель Color, она вроде выглядит как некая такая панель для выбора цвета, да, то есть я бы мог, наверное, вот выбирать здесь цвет пипеткой по вот этому всему доступному RGB Spectre, а если мне нужно по числовым значениям менять, на самом деле здесь же в неиспадающем меню есть команда Show Options. Вот это вот неиспадающее меню каждой панели может содержать в себе очень много полезной информации, полезных каких-то режимов, поэтому помните об этом, и я буду периодически к этому возвращаться, да, в процессе работы мы будем периодически говорить про вот эти самые неиспадающие меню, неиспадающие меню, что там находится, какие команды, и как нам их быстро запустить. Окей, мы разобрались с вами с рабочей средой, и приходим к следующему. Друзья, поговорим немного о навигации и режимах просмотра внутри программы Adobe Illustrator. Для начала это, конечно же, масштаб, масштаб, с помощью которого мы просматриваем. Мы с вами уже знаем, что можно выбрать масштаб в строке состояния внизу, если что, да, но это не самый удобный путь, постоянно заходить в какие-то меню, поэтому мы сразу будем учиться с горячей клавишей делать. Ну, с помощью меню, да, вы можете найти, конечно, здесь есть такие команды, как в меню View, просмотр, есть замечательная команда, как приблизить, отдалить, Zoom in, Zoom out, да, то есть увеличить масштаб просмотра, уменьшить масштаб просмотра. Горячие клавиши сразу запоминаем, Command+, Command-минус. Чем хороши вот эти клавиши? Тем, что они действительно работают от выделенного контента. То есть, если я возьму и выделю какой-нибудь элемент, вот этот текст внизу вот здесь, кликнул на нем черной стрелкой один раз, одним кликом, не двойным, и нажимаю Command+, либо Control+, на Windows, соответственно, да, то он начинает мне приближать этот элемент, и что здорово, он его центрует на экране, то есть относительно экрана, относительно доступного окна документа, этот элемент центрируется. Это очень полезно. Более того, если я, например, доберусь до какого-то текста именно уже вот здесь, да, то есть двойным щелчком, например, выделю одну букву какую-нибудь, и буду нажимать так же, то есть пускай она даже будет выделена где-то здесь в стороне немножко вот так, и буду нажимать Command+, и Command-минус, он будет центровать эту букву. То есть очень удобно также в режиме работы с текстом. Но мы, может быть, как люди, которые работали в Photoshop наверняка, да, или там в InDesign, в каких-то других программах Adobe, наверное, привыкли еще к такому варианту работы с инструментом Loop, да, масштабом, как к горячим клавишам, связанным вот с клавишами Ctrl-пробел. На Macintosh это, соответственно, запуск того же инструмента Zoom Tool, но с помощью клавиш Command-пробел, да, то есть пробел Command. Итак, мы нажимаем пробел и Command, либо пробел и Ctrl на Windows. Вот наше стандартное вот это приближение и отдаление, причем я могу даже не добавлять клавишу Alt, если у меня в последней версии Illustrator поддерживается GPU-производительность, потому что в настройках здесь включена такая штука, вот в разделе Performance, GPU Performance, да, анимированный зум. Вот это и есть анимированный зум, когда вам не нужно нажимать, удерживать клавишу Alt для того, чтобы начать отдалять что-то вакурусное, в окне, на экране какую-то графику, да, мы видим, что он действительно сейчас. И можете обратить внимание, в последней версии они добавили здесь такую ускоренную возможность работы с производительностью, потому что когда вы зумите, он действительно очень быстро позволяет вам, каким образом не искажая сильное изображение, да, просто его ставя в режим такой временной вот прорисовки в пиксельном таком предварительном просмотре, да, то есть по сути такая прокси-превьюшка ставится. Временно. И очень быстро работает этот зум. Окей. Если у вас нет этого анимированного зума, недоступен по каким-то причинам, нет этой видеокарты, то вы просто добавляете следующее сочетание, да, Ctrl+, пробел Ctrl или пробел Command на Macintosh будут всегда у вас увеличивать, а если вы еще добавите к ним Alt, то есть пробел Command-Alt, либо пробел Ctrl-Alt на Windows, вы будете уменьшать масштаб просмотра. Очень удобно. Запоминайте также крутые, очень удобные варианты быстрой подгонки содержимого к доступному окну документа, да, то есть подгонки самого как бы документа к доступному размеру окна. Это клавиш Ctrl-0, например, либо Command-0 на Mac, который умеет показать вам текущую монтажную область в полный экран. Смотрим, где это у нас находится. Меню View, просмотр. Fit, Artboard and Window. Ctrl-0, Command-0. Есть также Actual Size. Да, Actual Size — это Command-1, это всегда масштаб 100%, причем в настройках появилась новая опция, это показывать именно печатный размер, линейный размер, да, в масштабе, значит, 100% зума. Можно эту штуку отключить, и у нас Actual Size может работать в зависимости от того, какие у нас условия, да, несколько иначе. В моем случае сейчас все так же срабатывает, разницы мы не видим. То есть это Actual Size, он вообще очень удобен вот с точки зрения, на самом деле, пиксельного представления, прежде всего, макетов, потому что по пикселям он сделает, ну, как Photoshop Actual Size, тоже масштаб 100%, да, получается, что разрешение изображения пиксельно, то есть, ну, вот в масштабе, в котором оно представлено, полностью совпадает с разрешением имеющейся у нас графической системы, то есть, ну, дисплея. Идеально все это будет работать так же, как, например, и наша графика будет выглядеть конвертированной уже там в какой-то пиксельный формат веб-браутер, например. То есть Command-1 очень полезная настройка. Command-0, опять же, возвращает нам все в полный экран, показывает. Если бы у нас был документ, в котором есть множество монтажных областей, да, например, вот Artboards, то здесь мы могли бы посмотреть какую-то текущую монтажную область, активную, нажав Ctrl-0 в полный экран, а все вместе Ctrl-Alt-0. Очень удобно. Возвращаемся к нашему документу. Переключаемся просто вот здесь вот в заголовках вкладок, да, документы не представляются по умолчанию как вкладки именно. Спокойнее переключаемся сюда. По поводу масштаба с мышки или с трекпэда. Ну, с трекпэда, понятно, работает Zoom, с gestures, то есть жестов без проблем, да, работает. А если у вас просто мышь и скролл, то зажимаем клавишу Alt и начинаем скроллить для того, чтобы, главное, здесь не переборщить. В моем случае, да, с трекпэдом это работает очень неудобно сейчас, с мышкой было бы поудобнее. Вот, собственно, удержим клавишу Alt и крутим колесо, получаем масштабирование. Все очень просто. Тоже как вариант быстрого масштаба. Здесь же посоветую, что необходимо научиться перемещать содержимое в окне, доступном, значит, вот в этом окне документа, да. Для этого мы используем клавишу пробел, то есть инструмент Hand, рука. Но мы вызываем его временно, удерживая клавишу пробел и начинаем спокойно двигать все это дело. Естественно, возникает вопрос, а как же мы будем использовать этот самый пробел, если бы мы находились в режиме редактирования текста. Потому что если у меня был выделен какой-то текст, какое-то слово, либо все вместе, да, двойным щелчком там или тройным, то, ну, вот инструмент текст активен, да, мы кликнули на текстовом объекте там два раза, у нас активировался сразу текст, это очень просто здесь работает. Еще раз давайте покажу, чтобы у меня здесь не было никого непонимания. Вот черная стрелка – обычный инструмент выделения объектов. Вот я выделил текст как объект, могу его двигать вот как объект, да, это его параметры как объекты целиком, текстовые точки. Если я хочу добраться внутрь непосредственно к самому тексту, то я выполняю двойной щелчок, и вот я уже могу менять здесь там все, что угодно, да, там писать что-то другое. Но прикол заключается в том, что если я, находясь в этом режиме, воспользуюсь клавишей пробел, то я, естественно, набью множество пробелов сюда вместо того текста, который был выделен. Ну, просто его удалю буквально, и могу это даже не заметить. Поэтому надо привыкать, что когда вы работаете с текстом много, и в текстовом режиме, то для того, чтобы переместить это все как-то на экране, подвинуть немножечко в окне, в окне о доступном документе, надо удерживать Alt вместо пробела. Появится такая же лапка, рука, Alt, клавишу Alt, и начинаем двигать туда, куда нам, собственно, необходимо это все подвинуть. Ну, в иллюстраторе есть еще и навигатор. Если вдруг кому-то понадобится, по крайней мере, наверняка его еще не убрали, я им сам не пользуюсь, но, в принципе, такая команда была. Вот она, панель-навигатор открывается. Чем она удобна? Тем, что вы можете здесь выбирать масштаб просмотра, а потом еще двигать с помощью специальной превьюшки, миниатюрки, двигать вот это вот окно увеличения по всему холсту и выбирать, собственно, ту часть, которую вы хотите увеличить на тот или иной масштаб. Масштаб здесь указывается. Довольно удобно. На самом деле, может быть, если вдруг вы никогда с этим не работали, попробуйте, может быть, полезно вам. Итак, теперь посмотрим с вами на следующую важнейшую опцию. Это режим просмотра графики в виде контуров. О чем идет речь? Сейчас мы видим графику не как пока векторную, да, то есть мы не очень понимаем, она векторная, нет. Может быть, это просто растр с очень высоким разрешением. Ну да, текст мы выделяли. Понятно, что текст был как текстовый отдельный объект, то есть, очевидно, он обрабатывается как векторный объект, как текстовый, даже если уточнить более точно сейчас сказать, да. Но я хочу увидеть каркас всего этого документа. Есть ли у меня такая возможность? Безусловно, есть, я могу в меню View переключиться в режим просмотра Outline, то есть просмотреть каркас. И таким чудесным образом я вешу только каркас. Этот режим полностью рабочий, то есть в иллюстратор в этом режиме мы будем постоянно с вами работать, периодически, скажем так, в него переходить. Почему он удобен? Потому что в этом режиме вы видите даже те объекты, которые перекрыты какими-то объектами другими, имеющими заливку эффекта и там что-то еще, то, что своим оформлением перекрывает, собственно, объекты, лежащие снизу. И в этом режиме вы можете добраться до всех объектов, которые находятся где угодно. Там ниже, в группах, увидеть какие-то проблемные объекты. То есть, ну, в принципе, каркас — это очень полезная информация для нас. Можно это увидеть. И с помощью тех же клавиш, сочетания клавиш Command-Y либо Control-Y перейти обратно в режим просмотра через GPU. У меня по умолчанию здесь GPU обычно выбран как нормальный режим просмотра. Есть еще один у нас замечательный режим просмотра. Называется он Pixel Preview. Тут же в меню View — Просмотр, Pixel Preview. Добавляем клавишу Alt к тому же сочетанию, Command-Y, Pixel Preview. Зачем он нужен? Он показывает нам режим просмотра с учетом именно пиксельного разрешения. То есть, показывает нам, что будет с этим документом, если мы его растрируем, скажем так. Сейчас переведем это все в растрованный формат. Действительно, именно так это все произойдет. Зачем нужен этот режим просмотра? Затем, чтобы видеть эту пиксельную сетку, с ней работать и рисовать так называемый Pixel Perfect Design. То есть, ту векторную графику, которая будет объекты в случае их растрирования также по сетке располагать. Ну, в иллюстраторе, в современном, опять же, веб и в современном мобайл, вот этих цифровых своих продуктах и так далее, нам, в общем-то, нет какой-то сверх необходимости в постоянном контроле этих моментов Pixel Perfect Design. Почему? Потому что мы без проблем можем использовать векторную графику и доводить векторные объекты в векторном виде до конечного пользователя, до конечного зрителя, который будет уже в браузере или в мобильном приложении, по сути, видеть уже вот только что на его устройстве, с учетом его разрешения, да, отрендеренную графику, вот с максимально возможным качеством экрана, потому что она доходит до него в векторном виде. Ну, благодаря, прежде всего, формату SVG. SVG, да, Scalable Electro Graphics, он не везде может быть использован, там, не повсеместно, но все-таки с этим уже как бы меньше каких-то вопросов. Pixel Perfect штука, которая актуальна, но не сказать, что бы она необходима постоянно. Поэтому мы в этом режиме будем работать нечасто, мы отключим сейчас Pixel Preview, для этого достаточно перейти в обычный режим просмотра, ну, или просто кликнуть здесь же, да, чтобы Pixel Preview отключилась. Не было активно сейчас у нас так называемое вот это просмотр по пикселям, да, с учетом вот этого как раз растрирования. Давайте посмотрим с вами лучше на то, что касается у нас полноэкранных режимов просмотра. Много здесь интересных моментов, связанных как раз с полноэкранным режимом просмотра. Вот, например, с чем это может быть связано? Я сейчас специально удалю здесь маску, и мы с вами увидим, что на самом деле объекты в редактируемом, скажем так, виде выглядят несколько иначе, чем мы их видели в конечном виде. Почему? Ну, потому что была некая, некий объект, рамка, да, маскирующая это все, скрывающая все элементы, выходящие наружу. Хороший прием, но, в принципе, в нем большой необходимости нет. Почему? Потому что на самом деле все эти элементы, там, если будут выгоняться в любой другой формат, помимо иллюстраторского, да, там, экспортироваться, например, куда-нибудь в формат PDF для печати, либо передачи куда-то еще в цифровые те же среды, ну, мы, в общем, можем произвести на стадии экспорта автоматически вот обрезку всех элементов, выходящих за пределы монтажной области. Но здесь мы сейчас с вами поговорим вот о чем. Мы с вами попробуем через режимы просмотра имитировать как раз режим, который покажет нам только монтажную область и ничего лишнего. View, здесь есть специальный новый режим просмотра, Trim View. То есть он убирает все, что выходит за границы рамки черной монтажной области, любых монтажных областей в документе, и просто это все не отображает, не показывает нам. Классный новый режим, он есть только в новой версии Illustrator, вот только появился в 2019 версии. Ну и, конечно, стоит обратить внимание на такие режимы работы, как и Photoshop, переключение между различными режимами просмотра с точки зрения панелей лишних. Например, нажимая клавишу F, либо используя соответствующую кнопку в панели инструментов Change Screen Mode, то есть изменение экранного режима, мы можем, ну, я буду просто нажимать F, я на кнопку нажимать здесь кликать не буду, просто нажимаю клавишу F, сначала я переключаюсь в режим, когда у меня отключаются там некоторые лишние панели, и основные панели себя ведут несколько другим образом, нежели стандартно. И еще раз, если нажимаю, то я вообще отключаю все панели. Но все равно это не полноэкранный режим, да, то есть это не режим презентации. Так вот, хорошая новость, что для нас с вами придумали еще и режим презентации. Если вы кликните на данные кнопки все-таки в панели инструментов, то вы можете увидеть, что у вас будет возможность выбрать именно Presentation Mode, режим презентации, Shift F, да, нажимаем Shift F, и мы попадаем в режим презентации. Только в Illustrator CC 2019, друзья, это есть. Если у вас какая-то более ранняя версия, вот CC 2018, там этой функции еще не было. Там приходилось как раз с помощью клавиши F переключать режимы, и все равно это был не полноэкранный режим. Это полноценный полноэкранный режим. Если я продемонстрирую это вам на том документе, где есть несколько монтажных областей, вот начну с первой, да, активирую там какие-то объекты на первой монтажной области, нажимаю Shift F, он показывает это в максимально возможном размере. Дальше я просто переключаюсь вправо и перехожу по следующим монтажным областям, стрелками просто на клавиатуре, да, то есть очень удобно, как будто я, в общем-то, показываю презентацию, не выходя из программы Adobe Illustrator. Выйти из этого режима, нажимаем Escape, либо те же Shift F. Все очень просто. Самое время упомянуть работу с несколькими окнами документов. Вот сейчас мы уже периодически видим, что мы переключаемся между неким untitled, безымянным, каким-то нашим постером и просто вот файлом Artboards, в котором есть несколько монтажных областей, очевидно, да. Между ними можно переключаться с помощью, конечно, горячих клавиш. На Windows это будет у нас, если мне не изменяет память, это обычно используется Ctrl F5, да, по-моему, или Ctrl F6. На Macintosh это всегда Command и Tilda значок, это очень удобно, можно переключаться между диалоговыми окнами. Документов, которые у нас доступны в виде вкладок. На самом деле вы можете документы, вот эти окна документов настроить абсолютно любым способом, которым вам это необходимо сделать. О чем идет речь? Сейчас они собраны в виде вкладок. Если вам нужно поработать с ними поудобнее в виде, например, отдельных окошек в каскадном таком варианте, то можете это сделать. У вас есть специальная функция управления Arrange Documents, кнопка специальная в панели верхней. Вот она, Arrange Documents, да, можно посмотреть, собрать документы, консолидировать вместе, как в вкладке. Можно их показать в виде сетки, тогда он попытается для каждого из них сделать какое-то отдельное окно. В каждом окне можно сделать свои инструменты, свои какие-то размеры задать, да, то есть, ну, использовать свою вот навигацию. Размеры я имею в виду в данном случае не размеры, а именно масштаб просмотра, да, и положение относительно окна всего содержимого тоже. То есть Ctrl 0 нажимаем. Вот у нас все окошки представились в таком виде. Можно показать их, например, вот в таком виде. То есть, зависит от ситуации, как вам удобнее их выстраивать. Если вы работаете с несколькими документами, предположим, у вас задача из документа Untitled. Давайте сейчас Artboards пока временно я перенесу как раз вот в одну из кладок, например, сюда. Вот так. И у меня получилось две, в общем-то, нужных мне вот таких вкладки. Например, зачем? Я хочу вот в этот документ для мобильного там, например, какого-то устройства или еще что-то, переносить контент из плаката, да. Ну, в данном случае я бы, конечно, выстроил их несколько иначе. Я бы выполнил выстраивание вот в таком режиме. Две колонки. Именно вот так. Вот. Почему? Потому что здесь будет гораздо больше пространства, да, и я могу захватывать графику, например, из правого окна и переносить в левое. При этом она будет дублироваться, да, переносить блоками целыми. Вот, например, целую группу объектов могу перенести. Могу отдельные какие-то элементы переносить. То есть я полностью здесь имею полную свободу в плане переноса элементов из одного окна в другое, фактически создавая новый документ на основе каких-то элементов имеющегося, да, документа. Стоит также обратить внимание на то, что иногда бывает нужно для текущего документа сдублировать его окно. Давайте мы сейчас как раз вот все окна консолидируем вместе, выполним команду consolidate all. В меню Windows, если что, тоже есть все эти функции. Range, вот они все как tile в виде плитки, все это представить, либо собрать все вместе, да, consolidate там тоже все это есть все похожие команды. Итак, например, если у меня есть какой-то документ, который мне нужно просматривать, с одной стороны, я хочу видеть общий план, композиционно видеть, что получается в результате, но с другой стороны, мне постоянно приходится зумить на какой-то фрагмент, где я работаю с мелкими объектами. Вот это вот начинает несколько раздражать, что нам приходится постоянно менять зум с 100% или там с какого-нибудь значения 60%, в котором мы видим все вместе целиком, и нам крайне важно оценить композиционно, что у нас происходит во всей композиции в целом, и опять переходить вот к такому какому-то там увеличению максимальному там на 700-600%, чтобы там работать с деталями. На этот случай у нас есть возможность сделать дополнительное окно. Window, выполняем New Window. Внимание, это очень важная на самом деле функция. Дело в том, что эта функция, она даже может вместе с документом сохраняться. Если я воспользуюсь сейчас этой штукой, то прям с этим документом, если я сохраню его, эти два окна сохранятся вместе с ним, и если я файл кому-то из вас перекину, вы его откроете, он у нас также откроется с двумя окошками. И это вас будет несколько пугать. Почему? Потому что у вас откроется постер Start окно 1, вот смотрим заголовок, да? И такой же самый одноименный файл с окном 2. Прикол. Ну, ничего здесь такого необычного нет. Дело все в том, что я также могу эти окна выстроить рядышком. То есть достаточно мне вытащить, например, вот это вот окно отдельно, поставить его вручную. Сейчас попробуем сделать, да? Поместить как-то отдельно, например, на соседний монитор. Здесь, как вы видите, у меня только один монитор. Но если бы у меня был один монитор, два монитора, обычно я работаю с дополнительным, естественно, большим монитором. И тогда у меня ноутбук стоит справа, например, или слева. И я могу на него выносить как раз какое-нибудь реферсное изображение либо общий план и держать это вот, соответственно, в таком вот отдельном окошке. Но я могу и поставить это окно сюда, вот так вручную, то есть выстроить так же в режиме. И самое интересное, что получается, у меня один документ представлен в двух окнах, но здесь я могу использовать совершенно разные масштабы. То есть, например, здесь я использую, да, немножко подкорректируем размер. Я буду видеть все это вот в таком варианте. Общего плана, например, да. А здесь я могу совершенно спокойно, без ущерба для вида в первом окне, все это масштабировать, менять. И если я доберусь до какой-то графики здесь, да, и начну выполнять, например, какие-то коррекции, предположим, я буду этот элемент с помощью ограничительной рамки, появившейся вокруг элемента, да, там, например, доворачивать как-то, то обратите внимание, я вижу это в двух окнах. То есть, как все поменяется, я вижу в двух окнах сразу. Это достаточно удобно. То есть, я могу довернуть, вернуть это все к состоянию окружности и вижу, что результат у меня здесь также отображается правильно и корректно. Если вас будет не устраивать работа с двумя окнами в дальнейшем, исправляется это очень легко, вы просто одно из окон закрываете, например, окно, которое у нас имело там статус второго, да, окна, просто его закрываете, вот у вас остался один документ и сохраняете его, чтобы больше с этим не было проблем. Я сейчас консолидирую все окна вместе, чтобы они собрались в виде вкладок вместе и не путали меня какой-то дополнительной сложной сеткой на экране. По навигации в случае использования нескольких монтажных областей. Сама по себе монтажная область. Понятно, зачем нужна, чтобы определить, если это цифровой продукт или презентация или там видео, какой-то продукт для эмоциональной дизайны, определить, в общем, размеры композиции, размеры экрана, либо, если это касается печати, соответственно, печатного продукта, то есть листа печатного, упаковки ее реальных размеров, размеры там, опять же, некого, например, элемента наружной рекламы, если это огромный баннер, например, какой-то наружной рекламы вы делаете в иллюстратор. Ну и так можно готовить разные типы продуктов, поэтому, в общем-то, монтажная область сама по себе, она может задаваться под любые какие-то характеристики. Ну, сейчас нас интересует именно навигация по монтажным областям. Когда вы находитесь в документе, очень важно понимать, какая монтажная область у вас сейчас активна, с какой вы работаете, и обращайте внимание на то, что у вас показывает как раз панель статуса внизу, строка статуса. Здесь вы можете выбрать ту или иную монтажную область, с которой вы работаете. Например, перейти на монтажную область 2, да, и он вас туда переведет, или переместить на монтажную область 3. И как раз, если мне нужно увидеть все сразу монтажные области, еще раз напомню, что одну монтажную область, чтобы увидеть целиком по весь экран, я нажимаю Control-0, либо Command-0 на Macintosh, и если мне нужно увидеть все вместе монтажные области, все, которые имеются в документе, опять же, развернуть их полностью на весь экран, вот насколько можно их поместить в экран. Fit all in Windows, Ctrl-Alt-0, либо Command-Alt-0 на Macintosh. Прекрасно работает, горячие клавиши мы видим все монтажные области сразу, мы ничего не потеряем, ничего не забудем, если даже что-то находилось у нас в стороне. На самом деле, если мы нажмем несколько раз клавишу Command-minus, ну, в общем-то, придем к какому-то некому минимальному масштабу просмотра, мы можем видеть, как все выглядит по структуре документа. Мы видим, что у нас, в общем-то, имеется какой-то огромный холст, и в нем какие-то монтажные области, определены как продукты, да, то есть может вполне быть такая ситуация. И этот холст имеет, конечно, определенные ограничения, но это отдельный вопрос, если у вас возникнут такие вопросы, как с этими ограничениями справляться, потому что вы можете обратить внимание, что если я попытаюсь создать какой-то объект сейчас в рамках вот этого холста, а лучше вот здесь вот в постере это сделаем, тут у нас уже единицы измерения правильно выбраны, то мы можем увидеть, что создавая прямоугольник по всему размеру холста, мы увидим, что этот прямоугольник размером-то всего лишь 6 на 6 метров, грубо говоря, там он пытается уместить, да, там, 5800 на 5800, это не так много. Существует масса каких-то типов продукции, печатной в особенности, да, которые могут иметь свои реальные линейные размеры гораздо больше, поэтому в иллюстратор приходится использовать масштабирование для того, чтобы работать с такими вещами. Ну, например, там 10-кратное очень удобное масштабирование, просто мы спокойно работаем с масштабированием векторной графики. Векторная графика тем и удобно, что мы ее можем масштабировать на любые размеры, да, потому что у нас есть фактически описание векторов математическое. Итак, последний момент, который связан с навигацией, на мой взгляд, важнейший, такой тоже вот очень важный, это как раз просмотр в режиме GPU. В меню View вы можете переключаться между CPU и GPU в режиме просмотра. По умолчанию у меня сейчас включен GPU, он мне предлагает переключиться на CPU, то есть на центральный процессор. GPU — графическая карта, CPU — центральный процессор. Соответственно, он перекидывает меня сейчас с графической карты на CPU. Что-то изменилось? Немножко изменилось, и в этом режиме могут стать заметны, в режиме CPU могут быть заметны какие-то стыки между объектами, как будто это какие-то тонкие волсяные линии, там, беленькие, либо какие-то цветные, ну, что-то подобное, да, может всплывать. То есть GPU preview подобные вещи все абсолютно минимизируют, избавляют нас от лишних каких-то проблем просмотра, но при этом сам иногда может создать свои проблемы просмотра некоторые. Например, некоторые эффекты в GPU выглядят не так, как они, в общем-то, получатся в CPU preview. Поэтому я взял для себя, например, давным-давно уже за привычку любой макет перед тем, как я его куда-то передаю или сдаю, я нажимаю просто вот Ctrl 0, чтобы видеть его целиком, да, и Command, Command или, если я работаю на Windows, то Ctrl, Ctrl E, ну, правильно говорить Ctrl E, да, потому что это вот буква у нас, буква E. И мы вот эту вот команду используем, preview on CPU, preview on GPU с горячих клавиш, для того, чтобы быстренько так вот просмотреть, а как выглядит у нас и в том, и в том режиме просмотра. В данном случае все в порядке, оба режима просмотра дают идеальный результат, все хорошо, отлично. На этом мы перейдем к следующему блоку, связанному с работой с документами. Итак, разберем с вами, как мы работаем с документом, какие здесь есть нюансы. Прежде всего, конечно, это создание и определение параметров нового документа. Идем в меню File, New. Причем здесь есть две команды создания нового документа, да, File, New, создать документ с нуля или с какими-то своими настройками, либо создать его из темплейтов, New from Template. Есть специальный формат Adobe Illustrator, Template. Чуть позже, если вам будет интересно, мы с этим тоже разберемся. Сейчас нажимаем File, New, и мы получаем диалог в окно нового документа. Надо сказать, что здесь есть… Это окно, опять же, выглядит достаточно сейчас так осовремененно, потому что здесь показаны шаблоны, которые можно вот дозагрузить прямо с Adobe Stock. Некоторые из них бесплатные, некоторые платные. Можно еще больше найти вот здесь вот уже платных шаблонов, да. Есть ряд бесплатных, это очень прикольно, очень удобно, потому что, например, выбирая какой-то вариант, например, Mobile, мы видим несколько шаблонов для мобильных устройств, красивых, удобных, например, Web, Print, вот для печати я могу, например, взять и создать что-то вот на основе вот какого-то постера, например, да, то есть вот есть практически готовый вариант этого постера. Нажимаю двойным щелчком, открывается некий документ, открывается окно Missing Fonts, например, то, что у меня отсутствуют сейчас определенные шрифты, и в данном случае все, что используется в стандартных стоковых темплейтах, то есть то, что в хомскрине предлагается в нашем основном вот этом приветственном экране, если вам там что-то предлагается, то, скорее всего, шрифты там обязательно используются из Adobe Fonts, то есть из сервиса шрифтового Adobe, который дает нам шрифты по подписке, и, в общем-то, эти шрифты у нас у каждого, у кого есть Adobe ID, платная подписка Creative Cloud, они есть, эти шрифты, то есть можно их просто вот разрешить иллюстратору сейчас синхронизировать, он говорит, я могу их активировать, вот, пожалуйста, хочешь поставить галочку Activate, я говорю, да, пожалуйста, активируй, он тут же через Adobe Fonts, через утилиту Creative Cloud получает эти шрифты на компьютер, да, под мой Adobe ID, и я смогу даже шрифты использовать, типографик увидеть ту, которую здесь автор, собственно, предложил, и совершенно бесплатно вот пользуется этими материалами для того, чтобы создавать на их основе какой-то свой. Здесь даже несколько вариантов постера, какие-то, видимо, тематики, вот, можем сразу же нажать тут же наши клавиши Shift-F, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме, и просто полистать между, значит, вот этими вот монтажными областями, посмотреть, что здесь у нас за варианты. Если нам что-то нравится, начать с этим работать на основе этого контента, то есть это полностью векторный контент, что очень здорово. Ну, мы сейчас пока закроем этот файл, вернемся в диалоговое окно File, New. И если нам все-таки нужно перейти к настройке своих собственных параметров, то давайте лучше поговорим об этом. Итак, первая вкладка у нас Mobile. Mobile, потом идет вкладка Web. На самом деле настройки абсолютно идентичны. Там, если есть разница, то в очень небольших мелочах. И прежде всего разница в том, что для Mobile и Web предлагаются просто разные пресеты. То есть разные заготовки есть. Например, в Mobile вы видите уже много заготовок под реальные устройства, с реальными размерами, соответствующими, вот, пиксельными экранами, под iPhone, под iPad, под устройства, которые работают под управлением системы Android. То есть если вы что-то рисуете для мобильных устройств, то есть, пожалуйста, вот вам все это здесь представлено. Естественно, вы можете задать какие-то свои собственные размеры, без проблем. Вот они все здесь задаются. В Web то же самое. Абсолютно то же самое. Единственное, что заданы пресеты, которые характерны для удобной работы именно в Web. То есть Web Larch Full HD, например, да, или Web классический, минимальный, для каких-то очень, может быть, сайтов или вариаций адаптации под экраны планшетных устройств, например, да, или мобильных устройств, безусловно, тоже, но это лучше уже в мобайл тогда. Если вы прямо именно рисовать будете что-то для мобильного сайта, то это лучше для устройств там смотреть. Вот есть даже здесь вот iMac 27 дюймов, например, да, там, или MacBook Pro Retina Display. То есть, ну, очень много разных полезных разрешений, которые уже предустановлены, сохранены. Безусловно, вы можете свои собственные пресеты создавать, да, то есть создавать свои какие-то варианты настроек, да, всех вот этих параметров, которые мы задаем. Мы сейчас подобные создадим, но только уже для принта, например, не для мобайла и веба. Разницы большой никакой нет. Ну, давайте сейчас создадим файл для веба. Для начала, что здесь интересного будет? Возьмем, например, вариант Full HD, да, 1920 на 1080. То есть мы будем создавать, например, какой-то, рисовать там, мокап веб-странице, которая будет у нас иметь большое разрешение. То есть мы предполагаем, что это какой-то, может быть, достаточно инновационный сервис, который мы делаем для десктопных, прежде всего. Мы, изучив нашу аудиторию, да, для кого предназначен этот дизайн, этот продукт, мы понимаем, что прежде всего его будут смотреть на десктопах, либо мы хотим, чтобы это так происходило. Значит, мы это учитываем, да, то есть делаем сразу такой вот большой размер. Будем там уже ориентироваться, как у нас композиционно все должно размещаться относительно большого экрана для нас в фокусе. Окей, размеры пиксельные, безусловно, потому что мы работаем здесь в данном случае с цифровой средой, пиксель, только в пикселях здесь неудобно ничего мерить в миллиметрах, например, в линейных размерах, потому что он не имеет никакого вообще отражения в миллиметрах, абсолютно это не для печати делается, не будет реально распечатано на бумаге там, да, или на каком-то носителе, это чисто в цифровом представлении. Живет и в нем и будет жить дальше. Ориентация. Естественно, можно выбрать альбомную, либо портретную, да, портрет, либо альбомную. Количество монтажных областей, если надо, можем сразу предустановить, сколько нужно монтажных областей. Количество вылетов, в данном случае вылеты, допуски, подобряется. Конечно, здесь они не нужны ни в коем случае для веба, для мобайла нам абсолютно не нужны никакие вылеты. А в разделе Advanced здесь цветовая модель Color Mode установлена обязательно на RGB. RGB Color, да, то есть цветовая модель, которая описывает цвет и его представление именно для экранов любых устройств. Ну, очевидно, да, RGB здесь только RGB. ЦМИК здесь, конечно, мы не станем использовать ни для веб, ни для мобайла, ни для фильма, нвидео, нигде, кроме принта. Да, Screen разрешение, да, у нас здесь идет, Raster Effects, это разрешение именно растровых эффектов, и только растровых эффектов, потому что само по себе, сам по себе иллюстратор не нуждается в каком-то разрешении, как Photoshop, да, для документов, потому что документы у нас здесь векторные, вся графика у нас здесь векторная, поэтому и разрешение само по себе не нужно. Но есть эффекты растровые, которые так или иначе приходится растрировать, представлять их в растровом виде, полутоновые эффекты различные. Вот у них есть разрешение отображения, да, и растрирование их, поэтому этот параметр, на самом деле, достаточно важный. Для экранов можно оставить 72 точки на дюйм, но, опять же, надо смотреть. Если вы работаете с экранами с повышенной плотностью пикселей, то, возможно, вам понадобится вариант 150, точек на дюйм, устанавливать, да, здесь, либо какой-то вручную, Custom, здесь есть такая возможность, в дальнейшем потом поменять эти параметры, у нас всегда возможность будет. Режим просмотра предварительный, да, то есть можно установить, чтобы это сразу открывалось в режиме Pixel, но нам не нужно. Сейчас это мы ставим в режиме по умолчанию, Default. Если я нажму More Settings, то есть если я нажму клавишу Create, он создает мне новый документ, все понятно. More Settings откроет мне более классическое окно с параметрами теми же самыми, только представленными в другом более классическом окне. Нажимаем, в данном случае как раз так воспользоваться этой функцией, More Settings, чтобы увидеть, как это работает. Вот здесь вот будет у нас классическое окно открыто, все те же самые размеры, пресеты, расширенные настройки, доступ к шаблонам, templates, все здесь есть. То есть основные все необходимые команды, даже сохранение самого профайла также предусмотрено. Из этой команды тоже можно выполнить все необходимые действия, связанные с этим. Итак, у нас создан документ, где две монтажных области рядышком, вот они вот так установились, нужного нам размера. Здесь все очевидно работает так, как мы задумали. Единственное, что обращайте внимание на такую небольшую, но очень хитрую опцию. Если нарисую здесь новый объект, я могу обратить внимание, что этот объект будет всегда двигаться как будто бы по каким-то ступенькам. То есть попытки его перемещать, либо менять ему размеры, они все будут, знаете, так, немного неплавно происходить. Почему так происходит? Потому что для документов в App и Mobile по умолчанию включается привязка к пиксельной сетке. Это вот здесь находится в ниспадающем, не в ниспадающем меню, а на верхней панели есть специальная такая здесь настройка. Вот здесь вот прям Pixel Snapping Options, да, открывается. То есть привязка у нас происходит по всем, так сказать, параметрам, и это хорошо, если мы делаем Pixel Perfect Design, но, может быть, вам это не нужно, и вы можете эту штуку отключить. Ну, в общем, для веба это лишним не будет, да, то есть для именно веба и мобайл это вполне полезная опция, может быть. Так, теперь создаем новый документ File New, и теперь мы создадим документ, давайте, для печати, например. То есть для печати характерными у нас какими-то моментами будут те моменты, которые касаются прежде всего цветовой модели, формата, да, и единицы измерения, опять же. То есть здесь мы сразу видим, что единицы измерения у нас, например, миллиметры, формат вместо, например, Letter формата мы предлагаем A4, к которому привыкли, наверное, мы больше, да, например, вот берем A4 сейчас формат или, например, там какой-нибудь A5. И здесь, кстати, калькуляцию можно в этих окнах выполнять, если вам нужно сделать из этого A5 формат, просто делите по вертикали его пополам, просто делаете слэш 5 и тап нажимаете. Он сам пересчитывает, почему 5, очень интересно, 297 поделить на 2, слэш 2, и он сам вам пишет, какой там должен быть на самом деле формат, да, то есть он умеет здесь все это считать в этих полях, что удобно. Выставляем миллиметры, выставляем нужную, опять же, ориентацию, например, я хочу, чтобы это был A5, но в портретной ориентации. Опять же, хочу, чтобы это было, например, 2 монтажных области, 2 артборда, да, и что критически важно для печати. В Advanced Options мы должны включить CMY Color. CMY Color, потому что для печати мы работаем с цветом в CMY, прежде всего, это будет удобно. Есть иногда возможности в RGB работать, даже с векторной графикой в RGB, да, потом уже переводить на последнем этапе экспорта для типографии в печать. Бывают исключительные случаи, когда мы работаем в RGB полностью, весь процесс строим в RGB, так может быть выгодно с точки зрения типа печати и так далее, много таких бывает разных нюансов, но, скорее, это больше, наверное, редкость в общем объеме распространенных здесь подходов. Это, скорее, исключение, поэтому давайте мы здесь на этом исключении не будем тратить время. CMY, как мы обычно выбираем для печати, и, собственно, всегда с этим будем счастливы и довольны. Разрешение эффектов, Raster Effects на 300 точек обязательно для печати. И, конечно, для печати важны также допуски под обрез, вылеты. Их надо задать, например, по 3 мм, да, необходимо задать какие-то параметры. Ну, чуть позже к этому вернемся, а сейчас я предлагаю сохранить, например, пресет для этой настройки. Прямо здесь, в Preset Details, я могу вписать, что это будет, например, у меня опять. Раз он вертикальный, да, то есть вы можете написать, что это портрет, да, либо я просто ставлю V Vertical, да, либо H, если он по горизонтали, горизонтальный. Ну, например, мне так проще, мне так понятнее, да, чем писать какие-то длинные здесь фразы. Все, я сохранил свой пресет, который пойдет мне для, в общем-то, дальнейшей какой-то работы, для быстрого создания похожих документов, да, то есть я, в принципе, вот закончил создание пресета и тут же создал документ. Теперь, когда я зайду в диалоговое окно нового документа заново, у меня среди пресетов вот здесь будет такой уже сохраненный. Итак, мы закончили создание, разобрали с вами, как создать документ именно для печати, какие основные здесь настройки важны. Давайте посмотрим на то, что важно для, например, фильма и видео, да, то есть то, что касается как раз подготовки каких-то графических материалов для составок, для титров, для, в общем-то, моушн-дизайна, либо любого другого использования в видео или анимации. Здесь различия минимальные, у вас единственное, что будет несколько новых настроек по размерам, да, пресетов по размерам, таких вот удобных, понятных для видеографов, для специалистов по редактированию как раз видеоформатов, видеоконтентов. И, ну, например, тот же 4К здесь обязательно присутствует, да, или даже вот большее разрешение Ultra HD. И здесь есть, например, 4К, но у нас немножко в другом виде открывается сам документ, можно сравнить, что вот, например, документ для предыдущих там целей, да, у нас создавался таким образом, для моушн создается вот таким образом. И здесь уже некоторые настройки монтажных областей, мы чуть позже к этому вернемся, почему он выглядит именно так, а не как-то иначе, да. Хорошо, теперь мы с вами рассмотрим момент сохранения документа. Здесь у нас, я предлагаю сделать все-таки некий такой реальный, реальный кейс, скажем так, практически абсолютно, вот создать вот основу для такого плаката. Можно даже, это плакат, например, будет у нас просто от третьего формата. Мы создаем новый документ, Command-M, либо Ctrl-M, печать, выбираем миллиметры, вписываем сюда третий формат, это у нас будет 297 на 420. Монтажная область нам нужна здесь одна, вылеты нам для него нужны, потому что он будет потом обрезаться, то есть делаем по 3 или по 5 миллиметров, например, допуски и подобрезы, и цветовая модель CMYK, то есть для печати. Больше нас здесь особо ничего не интересует. Нажимаем «Создать документ», мы получили вот такую основу для такого вот постера. Если мы возьмем инструмент «Монтажная область», Shift-O, да, монтажная область панели инструментов, то будет отображаться у нас размер как раз 297 на 420, размер этой монтажной области. Все, как мы вообще-то запланировали. Можно обратить внимание на структуру страницы, то, что у нас черной рамкой показывается граница обрезного формата, красной рамкой показывается как раз вот эта рамка для допусков под обрез, и можно обратить внимание, что если я, например, нарисую какой-то объект, предположим, вот такую какую-то плашку, и она будет у нас, мы через панель инструментов, либо через панель Color или Swatches, вот где-то, где нам удобно, в общем-то, можно даже просто через панель Properties. Поменяем и цвет заливки, да, то есть просто здесь произведем данный клик, у нас сбросится все равно в панели Color, выберем какой-то цвет заливки, например, какой-то оранжевый поставим. Обратите внимание, что если я хочу какой-то объект нарисовать под обрезной формат, то есть он точно уходит в размеры от границы до границы, скажем так, либо по одной границе, то есть вот такой тоже пример сделаем, по одной из границ объект, собственно, так или иначе, да, вот он по границе идет, то есть должен здесь вот происходить, происходить у нас его обрезка. Конечно, при обрезке возможно появление здесь белой тонкой линии на конечной печатной продукции, поэтому делается всегда допуск под обрез, вот такое вот увеличение этих объектов немного наружу, да, то есть специально для этого мы сделали дополнительные рамки, эти рамки нам позволяют это все корректировать. Если у нас будет, например, какая-то линия, возьмем инструмент Line Tool, Line Segment Tool, вот он, у нас в панели инструментов есть, рисуем какую-то линию, естественно, мы опять же рисуем эту линию, например, вот таким образом, и в качестве обводки в панели Properties поставим, например, просто черный цвет, да, сделаем немножко потолще, там же в панели Properties вы можете поменять, поставить 6 пунктов, например, покрупнее. Опять же, если эта линия не доходит до обрезного формата, да, то есть до границы обрезного формата, то окей, она может быть на каком-то удалении, если с точки зрения дизайна мы так решили сделать, да, то есть с точки зрения макета, окей, она не должна выходить вот наружу. Если она доходит до обрезного формата, значит, она должна выходить за его предел ровно на эти самые 3 или 5 миллиметров, которые мы задали как допуск под обрез, обязательно, иначе то же самое получится, не совсем корректная, некорректная здесь подход. То есть, ну, это очень простая такая вещь, простое правило для тех, кто, тех из вас, кто будет делать какие-то макеты для печати, пожалуйста, учитывайте этот момент, связанный с допусками под обрез. Итак, давайте-ка мы с вами, научившись создавать документ, мы его еще и сохраним. Перейдем сейчас к постеру старт, и документ будем сохранять. Файл, сохранить, он сохраняет текущий документ прям в тот же самый файл, да, в том же самом месте вот на жестком диске, подсохраняет текущее изменение, то есть если мы что-то сделали в документе. Если вам нужно сохранить как новый, как новую его как бы копию, да, новую версию, то и в ней продолжить работу, то делайте команду сохранить как. Здесь все очевидно. Файл, сохранить как, cvs, например, сохраняем это как poster final, с которым мы уже закончили работу, да, в качестве формата, еще раз при сохранении, да, я еще раз выполню команду сохранить как, файл, cvs, выбираю Adobe Illustrator формат, название пишу, например, final, сохраняю, и в настройках указываю версию этого формата, то есть версию Illustrator, которую мне нужно использовать. Ну, понятно, что предусмотрена более старая версия, есть Creative Cloud, но и свежая новая, но во всех версиях Creative Cloud будет открываться. Есть CS6, там 8 версия, ну, то есть очень много разных версий, если вам вдруг необходимо сохранить документы с возможностью его открытия в очень старой версии программы. Галочка PDF совместимый файл, мы чуть позже к этому вопросу будем еще возвращаться, по умолчанию можете ее ставить, потому что фактически у вас получается иллюстраторский код содержит в себе еще версию кода в формате PDF, что позволяет данному документу читаться не только программой Adobe Illustrator, но еще, например, он может быть помещен легко в верстку Adobe Design, либо открыть некоторыми другими программами без вот этой галочки, которую просто иллюстраторский формат не поддерживает сам по себе. Все, здесь больше нам ничего не нужно, по умолчанию все настройки вставляем дальше, нажимаем ОК, сохраняем документ. Вот так происходит сохранение. Есть также команда «сохранить как копию». Она чем полезна? Если, например, вам нужно сохраняться в форматы, такие как уже форматы EPS или PDF, то удобнее сохраняться именно как сейв и копия. Дело в том, что у вас будет сохраняться какой-то документ, например, PDF-файл, да? Я же его сохранять, скорее всего, буду не для того, чтобы в нем продолжать потом работу в иллюстраторе, а для того, чтобы этот PDF кому-то передать, показать заказчику, передать каким-то своим коллегам, либо передать уже в печать, либо, если это цифровой какой-то макет, может быть, опять же, да, для демонстрации, передачи по почте, либо там через какой-то мессенджер, да, для того, чтобы показать проект заказчику, например. Я сохраню этот самый PDF-файл. И, например, я назову его там «poster for review», да, то есть для какого-то предварительного просмотра и обсуждения в виде PDF-формата. Но если бы я делал это через команду «сохранить как», то, как мы видели, он, сохранив документ, он в нем как бы продолжит работу в вот этой новой версии, забыв про старую абсолютно. А в данном случае мне нужно остаться работать в текущей рабочей старой версии, ну вот в текущей моей активной, но при этом просто быстро сохранить как копию PDF-файл, куда-то его положить на диске и не открывать его, то есть не прекращать работу со своим основным иллюстраторским документом. В этом плане как раз команда «save copy» потрясающая. Она очень удобна. Я сохраняю таким образом быстро PDF, да, по каким-то настройкам, типа «small file size», то есть PDF очень легкий, маленького размера, и нажимаю «ок». Он, собственно, там сгенерирует пока что этот PDF очень быстро, а я работаю, продолжаю в своем файле, «poster final», и никакой PDF не открывается здесь, в иллюстраторе, не мешает мне работать. Это ужасная вообще штука, сохранять PDF и через команду «save as», да, а не через «save copy». Ну, здесь уже каждый для себя сам выбирает, но по мне это очень неудобно. Как раз «save copy» потрясающая команда. Так, давайте насчет поддержимых форматов несколько моментов расскажу. Дело в том, что иллюстратор, ну, на самом деле, на открытие, то есть открывать именно, он умеет открывать очень много разных векторных форматов. Его родной формат — это, конечно, Adobe Illustrator, AI, EPS также считается его фактически родным форматом, да, ну, например, можно здесь набрать в справки вот так вот, «file formats», да. Вот, «supported file formats for illustrator». Он нам нашел. Не самые там новые в справке статья, но, видимо, на Wii ничего не было. Ну, скорее всего, просто уже не добавляются какие-то новые форматы. Вот он поддерживает достаточно много форматов. Свой родной формат AI и Adobe Illustrator, да, и Adobe Illustrator Template, AIT. Draw — это формат мобильной программы Adobe Illustrator Draw. Также есть мобильная программа Line. ID была такая программа. То есть он все это поддерживает. Он поддерживает очень много форматов, в том числе и PDF, и Photoshop Sketch, и DVG автокедовский поддерживает, и много-много-много других разных форматов. На всех не имеет смысла сейчас останавливаться. Растровых тоже. PNG на вставку поддерживает, TIFF на вставку поддерживает, JPEG и прочее, прочее, прочее. Естественно, есть векторный EPS, Illustrator EPS, так называемый, encapsulated по скрипту. Очень распространенный формат для обмена векторной графикой. Многие программы поддерживают, что хорошо, даже некоторые очень старые программы поддерживают EPS-формат. Да, то есть можно в старые приложения какие-то, людям, которые в них работают, передавать графику, используя EPS. Обычно все эти форматы поддерживаются и на открытие, и на сохранение. В них также, да, то есть поэтому здесь нет проблем. Давайте я вам продемонстрирую, как, например, откроется какой-нибудь файл PDF в Illustrator. Можно ли это сделать? PDF с генерированной совершенно другим каким-то приложением, да, там какой-то другой программы совершенно, какой-то может быть презентационный, не знаю. Открывается спокойно в Illustrator, либо вы его драг-н-дропом натягиваете на иконку программы Adobe Illustrator, либо делаете, ну, на Windows при этом надо удерживать Shift, да, естественно. Если вы открываете его через команду, заходите в Adobe Illustrator и выполняете команду File Open, открыть и открываете тот PDF-документ, который, в общем-то, вам нужно открыть Open. Он действительно его попытается открыть, причем попытается открыть в разных вариантах, то есть если я одну страничку попрошу открыть там, или, ну, конкретную, например, третью, да, вот здесь посмотрел, там, третью монтажную область я хочу открыть, ну, третью страницу. PDF это страницами считается, да, а иллюстратор это увидит, как монтажную область, грубо говоря. То есть вот он может открыть это только одну, а можно все вместе попросить. Давайте попросим его открыть все вместе. Здесь может произойти такая ситуация, что для упрощения, для увеличения, скажем так, скорости работы, он у нас вот такой синий полосой внизу предупреждает индикации, что для редактирования вам нужно выделить черной стрелкой каждый из элементов и кликнуть на нем вот здесь вот в панели Properties, да, кнопку Embed, либо в панели Controls наверху. Кнопка Embed не имеет значения. Вот я нажимаю Embed, и он каким-то образом встраивается, но не остается, к сожалению, редактируемым. Сейчас мы попробуем. Надо все-таки в панели Properties, наверное, нажать кнопку Embed, Quick Actions. Он здесь как-то неохотно, он просто это как сейчас пока островые элементы вставил, не особо охотно дает нам возможность редактировать это все. Вот, вот это вот дает возможность редактировать. Как раз здесь у меня появляется возможность полностью редактировать всю эту композицию, да, то есть при необходимости я могу ее развернуть так, как мне нужно, двойным щелчком добраться до любого векторного элемента, вот здесь вот в структуре, да, то есть все это работает вот по отдельности, можно белой стрелкой, другими элементами, все в каркас видит, то есть в режиме Outline, View Outline я вижу все, что там находится внутри. Всю эту схему, да, то есть PDF можно открывать, в общем. Ну, только одна рекомендация, не воспринимайте это как инструкцию к работе, что так, окей, да, получили PDF, у вас не было исходных файлов, был только PDF, которых в типографию отдавали, вы его взяли так, через Open File открыли, что-то там поправили чуть-чуть и в печать обратно. Нет, так делать нежелательно, нельзя, потому что все-таки несостыковки между форматами определенные есть. При таком прямом переоткрытии из файлов PDF в Illustrator, да, могут возникнуть какие-нибудь сложности. Пожалуйста, это учитывайте. Или, например, давайте через открытие откроем 9G формат. Специально у меня здесь есть такой пример с кэдовскими графиками. Вот, например, вот такой вот какой-то план конференции. Открываем. Здесь есть некоторые настройки при открытии 9G. Предупреждают нас о том, что были шрифты, конечно, какие-то утеряны, да, возможно. Ну, то есть, конечно, особенности есть, но все векторное, все в редактируемом виде. И, например, чтобы быстро что-то подправить, для меня не составит труда, там, например, добраться до, предположим, всех вот этих вот стульев и прямо через панель Properties, используя кнопку Start Global Edit, увидеть, что все они выделяются в макете, да, и я могу всем им задать вместо, например, обводки, установить обводку в режим None, а заливку поставить, например, в режим, как раз наоборот, какого-нибудь желтенького цвета, их все сделать резко. Все, по крайней мере, похожие объекты, которые здесь присутствуют. Вот он их все поправил, да, то есть достаточно удобно, если нужно будет потом эту ужасную схему из AutoCAD, ужасную с точки зрения оформления, естественно, превратить в что-то более презентабельное, гораздо более презентабельное, для рекламной, например, продукции, либо для навигации. Поэтому вот эти вот открытия разных, казалось бы, нестандартных векторных форматов очень приходится кстати во многих проектах. По крайней мере, действительно, схемы вот такие открывать, это вам очень поможет. Сверюсь с планом, загляну в наш с вами план. Давайте посмотрим, как для текущего уже созданного документа поменять какие-то параметры. Помимо того, чтобы мы при его создании параметры задавали, если он уже создан, в меню File есть команда Document Setup. File, Document Setup. Здесь вы выбираете единицы измерения. Самый удобный способ поменять единицы измерения для текущего конкретного документа именно здесь. Взяли, поменяли единицы измерения, например, на пиксели или на сантиметры. Решили в сантиметрах все считать. Здесь можно также добавить вылеты. Например, по 0,3 сантиметра я ставлю, да. И поменять, если что, некоторые параметры еще дополнительные связаны с тем, что вот показывать изображение можно в режиме Outline, там еще что-то. То есть такие уже детальные настройки. Мы сейчас их затрагивать не будем. Нажимаем ОК. В принципе, вот эти базовые настройки документа мы здесь можем всегда поменять. Единицы измерения, где еще меняются. Дело в том, что у нас есть линейки документа, да, в меню View. Существует такая команда, как Show Rulers. Rulers, Show Rulers. Показать линейки. Появляется линейка горизонтальная, вертикальная. Вообще, эти линейки служат для того, чтобы вытаскивать из них направляющие и бросать их где-то вот в поле документа. То есть некоторые такие guidelines, да, направляющие, гайды, guides так называемые, которые позволяют по ним потом уже позиционировать объекты. Мы с направляющими попозже разберемся. А сейчас нам нужно разобраться с тем, как вот эти вот направляющие, вот эти вот линейки, да, могут нам позволить менять здесь или каким-то образом менять тоже единицы измерения. Если вы кликните правой кнопкой мыши на линейках, на любой, на горизонтальной, на вертикальной, то вы увидите, что вам предлагается выбрать единицы измерения. Опять же, для текущего документа. Например, я могу вновь переключиться здесь на миллиметр, если вдруг мне так стало удобно. В основном линейки нам служат для того, чтобы видеть визуально, где у нас начало координат. Вот у нас мы видим, что у нас здесь вот 0, 0 установлено для этой монтажной области. Видим размеры. Приблизительно можем видеть, что здесь 300 миллиметров, здесь там 400, да, то есть, ну, линейка дает некое понимание, в каком, в общем-то, масштабе линейных размеров или пиксельных, если мы в пикселях работаем, мы работаем, и попутно еще позволяет поменять там единицы измерения и, конечно же, позволяет вытаскивать и добавлять направляющие в макет. Направляющие, кстати, может быть выделено как обычный объект и совершенно спокойно удалена клавишей Delete или Backspace, как обычный объект, любой другой, да, то есть черной стрелкой, вот вытащили направляющую, выделили ее потом там черной стрелкой, нажали Delete, Backspace. Направляющая у нас удалена без каких-либо сложностей и проблем. На этом мы закончим с вами разговор о сохранении настройки документа и перейдем к следующему этапу. Итак, друзья, мы приступаем к пятой сегодняшней теме. Это работа с монтажными областями. В монтажной области рассмотрим, что мы, в общем-то, получаем еще как дополнительные, скажем так, бонусы от их использования, что они нам дают. Ну, например, вот для печати, работая с плакатом, я в этом же документе могу создать какие-то еще адаптации под другие разные типы продуктов. Например, создать здесь тут же в отдельной монтажной области, но в этом же документе, вариацию для флайера или приглашения, либо для какого-то буклета, либо для обложки книги и для чего угодно. То есть, в принципе, все в одном документе. Для этого я просто беру инструмент монтажной области, Artboard Tool и начинаю рисовать новую монтажную область. Где угодно, где мне удобно ее расположить, инструментом рисую просто область. Если мне нужно задать ее по числам, пожалуйста, я могу задать по числам ровно. Например, там 100 на 200 миллиметров. Ввел, нажал Enter. Прямо в полях, либо в панели Properties, либо в панели Controls. Это все происходит очень легко. Вот еще раз, да, вот ее размеры. 100 на 200. Все. Мы создали, собственно, монтажную область, которая нам необходима. Если нам необходима какая-то еще другая монтажная область, берем также инструмент монтажной области, Artboard Tool, рисуем другую монтажную область. И, например, в этом случае мне нужно задать конкретный размер. Тогда я из пресетов выбираю, например, формат А4, предположим. Мне нужно А4. Все, я делаю 4 формат. И объекты в эту монтажную область могут быть также задублированы. То есть мне ничто не мешает взять инструмент черная стрелка, выделить вот эти все объекты, которые уже у меня есть. Сдублировать их, перетаскивая с клавишей Alt. То есть я их перетаскиваю, удерживаю клавишу Alt. То есть не просто перетаскиваю, потому что если я просто перетащу без Альта и брошу их где-то в стороне, но, собственно, они переедут с одних координат на другие координаты. Ничего необычного не произойдет. В данном случае мне нужно получить копию. Поэтому я именно буду перетаскивать. И в момент перетаскивания удерживать клавишу Alt. Затем я, используя имеющуюся вокруг этих объектов рамку bounding box, ограничительную рамку, да, вот она общая, начну за один из маркеров угловых начать уменьшать эту всю историю. Удерживаю при этом, естественно, клавишу Shift, иначе я сломаю пропорции. То есть я уменьшу как-нибудь вот так или вот так. Я удерживаю Shift, естественно. И чтобы это происходило от центра, еще удерживаю Alt. Shift и Alt. Две простые кнопки. Очень легко работает. Тянем за уголок, в процессе перетягивания удерживаем Shift и удерживаем Alt. Что на Mac, что на Windows, это работает абсолютно одинаково. И, например, подбираем, чтобы у нас вот где-то рамка там подошла под четвертый формат. Обязательно вот так, да. Затем мы это все поместим вот так вот поточнее. Нажмем Ctrl 0, чтобы увидеть полный экран. Ну и дальше уже подгоним, чтобы у нас объекты, являющиеся объектами плашки здесь, они там подгонялись по размерам к обрезному формату, либо уже с учетом вылетов, да, то есть с учетом запаса под обрез вот этого самого в данном случае. То есть таким образом я могу создать сколько угодно монтажных областей. И, естественно, в случае, например, использования этого в цифровой среде, монтажной области вообще здесь незаменимы, потому что здесь иногда приходится монтажную область целиком копировать там с кусками, со всей графикой, да, с интерфейсами. То есть берем инструмент «Монтажная область», и, во-первых, здесь их приходится переименовывать, да. То есть давайте вернемся к постеру сейчас на секунду. Вот здесь бы я как бы переименовал эти монтажные области. Давайте посмотрим. Берем инструмент «Artboard Tool». Вот у нас одна монтажная область, да, кликаем на ней аккуратно. Здесь, кстати, главное не переборщить, потому что этот инструмент «Artboard Tool» умеет обычные объекты конвертировать в монтажные области. Что происходит при этом? Смотрите. Например, если я возьму этот инструмент «Artboard Tool», благополучно вот так вот, и кликну им где-нибудь не там, где нужно, вот, он может из графики, которая там есть, создать монтажную область. Вот он из этой линии создал монтажную область по ее размерам. Посмотрите, вот по диагонали, вот по этой диагональной линии он создал новую монтажную область. Зачем она мне здесь нужна? Другой вопрос, да, я сейчас удалю, пока она выделена, сделает «Delete Artboard» в панели «Properties» либо в «Controls», то есть в нашей, в одной из этих панелей. Все эти команды дублируются здесь одинаково. Поэтому лучше аккуратней с этим инструментом, не кликайте, где попало, потому что вы так можете насоздавать этих монтажных областей, которые вам в общем не нужны абсолютно. Вот, я просто аккуратненько произвожу здесь клик, вижу, что это монтажная область называется «Poster». Могу подписать здесь формат, если необходимо, например, там «А3», да, название подписал, нажал «Enter» для того, чтобы подтвердить это изменение в названии. А вот эта монтажная область, например, четвертая, которая называется «Artboard 4», на самом деле по номеру она третья, 0.3, вот ее основной, правильный номер. Я ее называю, например, что это у нас такое? Например, это у нас там «Cover A4», обложка четвертого формата. Вот так вот, предположим, да, вот эту мы назовем там, например, там «Flyer» или какой-нибудь там просто «Card», неважно, все что угодно, например, «Invitation», приглашение, 100 на 200 миллиметров, да, понятно. Вот, монтажная область может легко поменять, стать ландскейпной, стать обратно портретной, то есть все удобно здесь настраивается. Готовая монтажная область, кстати, можно легко сдублировать. Инструмент «Монтажная область» выделяете, и с клавиши «Alt» производите дублирование. И переназываете, например, что здесь это у нас будет не просто «Invitation» 100 на 200, а это будет, например, «Back», обратная сторона, да, а вот это будет, например, «Face». Все это можно делать в одном документе, да, то есть в одном документе единый набор графики, дублируем те же элементы, текст одинаково оформлен, стили графические одинаковые, цвета одинаковые в документе, да, используются одни и те же образцы в панели «Swatches», то есть в панели образцов цветовых, то есть очень удобно, когда у вас вот вы манипулируете монтажными областями. При этом экспортировать можно будет уже по монтажным областям, если надо, то есть мне, когда я буду сохранять PDF, мне не обязательно сохранить PDF со всеми, значит, и с постером, а третьим, и с обложкой А4, и с каким-то дополнительным продуктом здесь нет. Я могу по отдельности их совершенно спокойно сохранять, то есть когда я делаю, например, команду «Save и Copy», мне предлагается вот формат EPS, например, да, использовать монтажные области, выбрать, например, что я сохраняю только там третью монтажную область, или, например, формат PDF, то же самое, да, могу все монтажные области, могу сохранить только там, например, со второй по третью, либо там со второй по четвертую, исключая первую. Очень удобно это настроено. Я полностью выбираю все особенности экспорта монтажных областей. Получается так. Итак, посмотрим то, что касается цифровых документов. Монтажные области здесь, они совершенно не могут быть заменены, то есть это потрясающе удобный инструментарий, и как раз, например, в случае, если мне нужно произвести какое-то дублирование, вот там изменения по этой графике, уже нарисованные по одному шаблону, да, я могу взять инструмент монтажную область и, выбрав эту монтажную область, в данном случае нажмем Ctrl-0, чтобы ее получше видеть, вот в таком масштабе немножко отодвинем, вот эту масштабную область, монтажную область, я перемещаю, но не просто перемещаю, переместить-то можно, она перемещается, кстати, вместе с графикой, потому что в панели Properties установлен такой значок Move Artwork with Artboard, и также такой же значок установлен в панели Controls, Move Copy Artwork with Artboard, то же самое, та же команда, они синхронно работают, вот, если эту штуку отключить, то монтажная область будет переезжать, а графика оставаться на месте, что в данном случае нам кажется довольно странным, да, вот если мы эту штуку включим все-таки, да, то тогда переезжает вместе с ней, ну и опять же, если мне нужно получить дубликат монтажной области, я ее перетаскиваю с клавишей Alt, удерживаю клавишу Alt, меняю, если что, если надо координаты, а если надо координаты сохранить, то еще и Shift держу, Shift и Alt. Вот эти вот волшебные клавиши Shift и Alt, они постоянно-постоянно в иллюстраторе используются, вот с первого момента во всем, вот монтажную область дублировать, пожалуйста, можно так. Понятно, что можно дублировать там команды, найти ту команду где-то в меню, но это даже не так-то просто сделать, проще запомнить, что с Alt всегда дублирование. В меню Windows, кстати, вы можете открыть панель, которая называется Art BoArts. Если вам вдруг понадобится много работы с монтажными областями, как раз у вас их будет несколько сотен, например. Кстати, иллюстратор поддерживает с недавних пор гораздо больше сотни монтажных областей в одном документе. Именно для цифровых сред, для разработки каких-то вот элементов и графики для цифровых сред. Это очень полезно бывает. Монтажных областей мало здесь не бывает, то есть они все пригождаются. Потому что раньше была эта проблема, поддерживалась только до 100, и больше 100 нельзя было сделать в одном документе, приходилось сделать другой документ. Сейчас поддерживается. Итак, вот у нас есть монтажные области разные. Здесь я, наверное, буду с этими элементами делать какие-то изменения, подвигаю их, текст поменяю, еще что-то. То есть зависит от задачи. Но самое главное, я могу назвать, что это, например, фильтр с V2, версия 2. Или версия, например, с другим цветом или еще чем-то. Я просто назову сейчас версия 2. Все, я вот в этой монтажной области уже буду знать, что находится, переименование очень правильно. И здесь можно применять порядок. То есть, например, если я считаю, что вот эта монтажная область должна стоять впереди по порядку, пожалуйста, я поменяю порядок, просто меняю местами и все. На самом деле, монтажные области, если вы выделяете их несколько, их можно между собой выравнивать. То есть, предположим, если у вас произошла такая ситуация, что вы эту область куда-то вот сюда вот отодвинули, эту как-то так поставили, да, а это было вообще вот так. Ну, немножко позбито все было. Вы можете выделить эти все монтажные области с клавиши Shift аккуратно, либо в панели Artboards все выделить, и воспользоваться командами выравнивания, доступными в панели Controls. То есть, например, выровнять их все по вертикали, по верхнему краю вот так, вместе с графикой они и бац, подровнялись аккуратненько, и, например, между ними сделать распределение по горизонтали их центров, чтобы они все-таки были на одинаковом расстоянии друг от друга, да, как-то более-менее выровнены, но это все было равномерно, пожалуйста, вот так распределили. Очень удобно. Еще один важнейший момент связан с привязкой координат к монтажной области. Давайте это сделаем уже здесь на линейных размерах, это будет более актуально. Дело в том, что, например, когда мы работаем с плакатом, и это у нас было первой монтажной областью в данном документе, давайте сейчас включим TrimView, View, TrimView, чтобы он нам не показывал объекты, выходящие за предел сейчас, чтобы они нас не сбивали. Например, если я ставлю здесь, рисую какой-то новый элемент, предположим, рисую здесь Ellipse. Нужно мне еще здесь будет какой-то Ellipse нарисовать. Рисую этот Ellipse. Так, прежде чем я его начал рисовать, надо было убедиться, на каком я слое нахожусь. Layers панель, панель слоев. Да, я вообще-то был здесь, где надо. Все правильно. Просто он чуть-чуть другого цвета. Например, нарисовал такой оранжевый Ellipse, покрасил его оранжевым цветом, используя панель Swatches, предположим, да, то есть сейчас неважно. ArtPorts, кстати, я сейчас пока закрою, они больше не нужны, то я вижу следующую особенность. Если мы его поставим поближе к координатам, вот сюда, в левый верхний угол, то в панели Controls, если раскрыть вот эти координаты, и поставить Reference Point, то есть точку, относительно которой мы координаты показываем сейчас, именно координаты, которые мы показываем, то есть левого верхнего угла объекта, то мы видим, что здесь 4 на 1 миллиметр, да, там, ну, 4 на 2, грубо говоря, по X и Y. Вот, если мы поставим здесь 0,0, то мы увидим, что этот круг, он четко спозиционируется ровно по задным координатам, вот, все, все как надо. Да, и если мы будем выносить его за предел, немножко вынесем, там, например, с клавиши Shift за предел, то у него появится отрицательное значение в тех же самых панелях Transform и в панели Controls. Вот они, минус 9 на минус 9, там, ну, что-то такое, да. То есть получается, что точка отсчета, она вот здесь, на данной монтажной области. И это происходит почему? Потому что у нас сейчас в меню View, в разделе Rulers, линейки, выбран режим артборных линеек. Почему я так думаю? Почему я так уверен? Да потому что, потому что он мне предлагает изменить его на глобальной линейке. Раз на глобальной предлагает изменить, значит, сейчас активны линейки монтажных областей, то есть режим Artboard Rulers. Чем он удобен, этот режим Artboard Rulers? Тем, что если я начну рисовать любой другой объект уже вот в этой монтажной области, то есть работаю уже вот с этой графикой, то здесь тоже координаты будут свои. Тут свой 0. Вот он 0. Да, и вот я тоже рисую такой объект, я его перекрашиваю, и в панели Transform, пожалуйста, координаты мне тоже даются относительно вот этой левой верхней точки, именно этой монтажной области. А если я переведу все в режим глобальных линеек, то будет ужас. View, Rulers, Change to Global. И тогда вот получится немножко странно. Почему? Потому что здесь будут какие-то отрицательные значения, либо наоборот какие-то положительные, то есть он по первой монтажной области, грубо говоря, создает там что-то, какие-то глобальные линейки. И здесь будет у нас, например, значение по X 118 миллиметров, а здесь по X уже будет 509 миллиметров, потому что он считает целиком для всего холста. Неважно, на какой монтажной области находится там элемент, так какой именно монтажной области он принадлежит логически, он считает все в абсолютных значениях. То есть вот не относительно монтажной области, а абсолютно. И режим Artboard, Rulers, да, Change to Artboard, Rulers здесь в меню, он предполагает координаты как раз уже относительно каждой монтажной области своей индивидуальной, свою индивидуальную систему координат. Это гораздо удобнее, на мой взгляд. Ну и в большинстве проектов это будет все равно удобнее. Бывают частные случаи, когда все-таки, да, приходится переключиться. Кстати, можно этот режим менять также из перекрестия. Там уже, где мы меняли единицы измерения, перекрестие линеек, правой кнопочкой мы еще кликаем, Change to Global Rulers. Перекрестие линеек еще нужно для того, чтобы обнулить координаты. То есть если я, например, вытащил, случайно установил координаты, центр координат, начало координат, где-то в центре, там, где-то приблизительно бросил макета, а мне нужно привязать к левому верхнему углу автоматически, то я просто делаю двойной щелчок левой кнопкой мыши в центре линейки и линейки сами выводятся в соответствующие координаты, то есть вот ноль у нас привязался к левому верхнему углу. Очень удобно. Итак, про монтажные области и привязку здесь координат мы закончили с вами. Переходим к следующей теме. Друзья, самое время приступить к работе с объектами в иллюстратор. Поподробнее, побольше посмотреть именно, как строится работа с объектами. На этом этапе, я думаю, нам стоит закрыть какие-то лишние документы. У нас их достаточно много открыто было. Я просто их закрываю, используя при закрытии, естественно, вариант «не сохранять», «don't save», потому что они мне не нужны. Это все были пробные тесты и разные документы безымянные. Наш документ «Poster Final» мы тоже сейчас пересохранять никак специально не будем. Мы создадим сейчас что-то абсолютно новое. Пока что достаточно такую простую графику. Давайте попробуем создать такой, например, вот логотип, в котором есть несколько буквально графических элементов векторных и есть текст какой-то. Создается подобная графика, элементарно просто. Начнем. Итак, создаем новый документ «File New». Данный документ я бы начал делать все-таки на основе настроек цифровых. Опять же, это зависит от задачи. То есть, в принципе, векторный логотип можно сделать и достаточно универсальным, но сейчас он мне нужен, например, только в основном в цифровой среде, поэтому я воспользуюсь вариантом, например, «Mobile», установлю размеры 200 на 200 пикселей, монтажной области первой, которая будет получаться, и больше мне никакие настройки здесь не нужны. И далее мне нужно создать некий элемент, который будет являться таким вот фоновым элементом. Да, для этого я беру инструмент «Rectangle Tool». То есть, я рисую объект от левого верхнего угла до правого нижнего угла. Да, рисую такой объект. Объект, который будет представлять из себя как раз заливку фоновую. Он нам пригодится в дальнейшем. Сейчас мы его как раз сразу зададим и заблокируем, чтобы он не мешался. Делается это очень просто. Еще раз повторяю, как мы это сделали. Взяли инструмент «Rectangle Tool» и используя привязку «Smart Guides», и мы рисуем вот такой вот объект. Нарисовали этот объект. Обращаем внимание, что у нас сейчас включена привязка к пикселям, к пиксельной сетке. Опять же, зависит от наших задач. Мне в данном случае это не критично. Мне не обязательно, чтобы у меня была привязка к сетке включена. Поэтому я удалю этот объект и, отключив привязку, нажав на кнопку соответствующую, отжав точнее эту кнопку, чтобы она была неактивной в правом верхнем углу, я начинаю рисовать этот прямоугольник заново. Я вижу, что теперь «Smart Guides» цепляется четче именно к обрезному формату, а не так, что он зацепился где-то там к пиксельной сетке, как он посчитал нужным. В данном случае вот все так, как мне нужно, максимально точно. Собственно, мы создали вот такой простой объект. Объекты мы уже выделяем черной стрелкой. В принципе, можно просто переключиться на черную стрелку. Мы всегда выделим этот объект. И далее через панель «Controls» либо через панель «Properties». Опять же, как вам удобней, вы, используя поля «Fill and Stroke», меняете заливку и обводку. Там можно менять таким образом. Я на самом деле рекомендую замену заливки и обводки делать на самом деле еще более быстрым способом. Я сразу вам его покажу. То есть можно пока делать через наглядный способ через «Properties» либо через «Controls». Здесь тоже вот в панели «Controls». Если вы в левый верхний угол посмотрите, вот у нас обводка, например, красная. Вот у нас заливка любого цвета, которого мы хотим. Давайте мы поставим сейчас заливку черную, обводку «None». Или, например, сейчас пока оранжевую. Но в чем, может быть, ускорение здесь сразу работает? В чем удобство? Дело в том, что если вы посмотрите в любую панель, в панель инструментов, например, здесь есть блок управления заливкой и обводкой, вот он. Если вы посмотрите в панель «Color», там тоже есть такая штука. И в панели «Swatches» тоже есть такая же штука. И все они работают. Все они абсолютно являются такими интерактивными, скажем так, элементами интерфейса. То есть если я кликну в «Color» на заливке, то откроется диалоговое окно выбора заливки. «Color picker». Я могу выбрать какой-то цвет по разным цветовым моделям. Ну, мы это будем позже проходить. Например, вот выбрал такой цвет, нажал «Ок», и вот мне фоновый цвет. Например, да, то же самое с цветом заливки. Ну, причем я здесь уже не буду кликать, а кликну, например, вот здесь, в панели инструментов. Также открывается «Color picker», так называемый, да, вот они все эти цвета. Я выбираю какой-то другой цвет, нажимаю «Ок», и вот у нас появилась соответствующая обводка соответствующего цвета, который мы выбрали. Удобно то, что в самой панели инструментов есть еще возможность поменять их местами, заливку с обводкой поменять местами всегда, а также активировать той или иной, скажем так, атрибут, с которым мы сейчас работаем. То есть поставить на передний план заливку или поставить на передний план обводку. То же самое в панели «Color» или «Swatches» везде, где мы работаем с цветом. Здесь еще что круто, я выбрал, например, в качестве обводки сейчас вот эту, обводку активную, да, и тут же есть кнопка «None», то есть отключить цвет вообще. Отключаем, нам не нужна обводка в данном случае. Тут же переключаемся на заливку, причем можно нажимать просто клавишу «X», чтобы менять эту активность, «X». И у нас активна сейчас заливка, и мы в качестве заливки, например, берем другой цвет, да, то есть, например, градиент хотим, вот мы, пожалуйста, быстрое применение градиента здесь, либо обратно в «Solid Color», это обычный цвет, да, и выбираем, какой цвет. Например, в данном случае я воспользуюсь, пропустим вот этот тур по градиентам. Спасибо, конечно, большое, что он появился, но сейчас он не нужен. И мы обратимся в панель «Swatches» образцы, где уже есть обычно сохраненный образец черного цвета, и применим этот просто черный цвет, и все. Далее этот объект нам будет несколько мешаться, потому что, когда мы будем рисовать новые объекты, они все находятся поверх него, поэтому надо его скрыть. Скрывается очень легко, да, команда «Object», «Lock Selection», то есть спрятать выделенный объект, заблокировать, прошу прощения, не скрыть. Скрыть — это «Hide» у нас, да, «Hide Selection», он вообще спрячется, как будто его нет. На самом деле он есть, потом его можно вернуть обратно и показать, что он будет отображен. Но нам нужно его сейчас просто скрыть от редактирования, то есть заблокировать. «Lock Selection». А дальше мы начинаем работать с какими-то более уже простыми объектами. Например, мы нарисуем, у нас там в референсе, мы можем увидеть, есть такая вот елочка, созданная из треугольничков, да, и некого основания, ствола. Очень легко все это можно сделать, предусмотреть. Воспользуемся инструментом Polygon Tool. Ищем среди инструментов простых форм форму полигона. И вместо того, чтобы просто его сейчас нарисовать в стандартном, видишь, как шестиугольник, вот он вот так рисуется, да, мы в процессе рисования, в процессе рисования этого элемента, либо прямо в процессе нажимаем клавиши, клавиши стрелки на клавиатуре вверх-вниз, вверх-вниз, стрелочки, да, вот, либо мы можем позже, когда мы его вот так удержим, клавиши Shift, тоже создали этот треугольник, удержим Shift обязательно, и отпускаем левую кнопку мыши, чтобы объект был создан. И перекрашиваем его в какой-то цвет, например, как раз возьмем такой вот, например, оранжевый, либо белый цвет, да, сейчас зададим. Соответственно, он у нас появился, этот треугольник. На самом деле, как у полигонального объекта, у него есть такой специальный атрибут вот здесь, для изменения количества граней полигона вот этих, да, то есть я обратно могу его к треугольнику привести и использовать вот этот маленький ромбик. К сожалению, эта функция недоступна в старых версиях Illustrator, она появилась относительно недавно, но функция достаточно полезная. Можно на ходу уже у готового элемента поменять количество вот этих самых сторон. В данном случае мне достаточно получить такой результат, и я его выставляю, например, как-то здесь привязательно по центру визуально. Теперь мне нужно получить его в гораздо меньшем варианте, да, то есть я удерживаю клавишу, использую bounding box, ограничительную рамку. Кстати, если по каким-то причинам у вас вдруг недоступна вот эта ограничительная рамка, с помощью которой можно было бы объект увеличивать или уменьшать, скорее всего, вы либо выделили его белой стрелкой, потому что белая стрелка никогда в жизни не показывает ограничительную рамку, потому что она не предназначена для работы с объектом глобально, она предназначена для работы с отдельными опорными точками, прежде всего, да, там, ну, или с какими-то частями контура, с сегментами контура и опорными точками. Поэтому черной стрелкой мы обычно так вот с объектом глобально работаем, bounding box виден. Ну и может быть сам по себе bounding box, то есть ограничительная рамка, сама по себе отключена, потому что в меню view есть такая команда hide bounding box, и если вы ее выполнили, то без bounding box вы не видите как бы инструментов трансформации, да, это не очень удобно. Верните себе этот bounding box, show bounding box, вот у вас bounding box, и зацепившись за любой, опять же, уголок, например, верхний правый угол, вы начинаете уменьшать этот элемент, и чтобы это уменьшение происходило пропорционально, вы удерживаете shift, а чтобы оно происходило от центра, удерживаете alt. Прекрасно. Удерживает две клавиши, вы спокойно получаете больший, либо меньший размер треугольника. Затем мы берем этот треугольник, дублируем, то есть отпустив всякие дополнительные клавиши, да, просто инструментом черная стрелка, выделив его, начинаем перемещать вниз, удерживая клавишу alt при этом. И схватившись за опять какой-нибудь правый верхний угол, либо левый нижний, и в процессе масштабирования удерживая shift и alt, начинаем немножко его вот так вот масштабировать. Затем мы получившийся элемент дублируем еще ниже, удерживая клавишу alt, может быть вот так вот, несколько ниже, да, и также удерживая клавишу shift и alt, потянувшись за любой угловой элемент, за любой угловой маркер, несколько увеличиваю. Так мы получили вот такую простую елочку, которая между тем состоит из равносторонних треугольников и симметрично полностью идет все это относительно одного центра, потому что мы в процессе рисования сразу удерживали правильные дополнительные клавиши, которые позволяют нам ускорять работу сразу же, да, то есть мы рисуем сразу правильно. А теперь мне осталось нарисовать вот такую, какой-нибудь прямоугольник, который будет представлять из себя вот такой ствол дерева. Конечно, можно нарисовать как прямоугольник с заливкой, а можно нарисовать как линию. Взять инструмент line tool, провести эту самую линию, например, вот здесь, да, вот так, но тогда нужно этой линии задавать соответствующие параметры, то есть в панели, например, tools, активировать обводку, нажав X, и применить вот этот белый цвет, который мы последний использовали. Ну, либо уже за цветом пойти в панель swatches, вот здесь вот у нас есть возможность выбрать любой цвет, который мы хотим, например, тот же белый цвет. Толщину обводки я сейчас поменяю в панели controls. Вот она здесь меняется, толщина обводки сразу же в левом верхнем углу. Например, вот так. Я уверен, что эта линия нарисована абсолютно точно относительно треугольников, то есть по тому же центру, просто по той простой причине, что я видел smart guides, были активные, да, smart guides активные, и в процессе рисования я все это учитывал. То есть когда я рисовал, например, новую линию, вот беру инструмент новой линии рисования, да, и прежде чем рисовать, я вижу, что вот он прикладывает мне динамическую направляющую, то есть линия пойдет здесь, через вот этот центр, скажем так, да, то есть вот через вот эту центральную ось, через вот эту линию. Вот пойдет вот так линия. Прекрасно. Затем мы можем все это поместить в некий эллипс. Берем инструмент эллипс, ищем здесь где-то приблизительно центр, опять же, вот так, и начинаем этот эллипс рисовать. Опять же, в процессе рисования можно удерживать shift, чтобы эллипс превратился в круг. Shift удерживаем. И alt, чтобы это рисование происходило от центра. Видите, в данном случае это прям повсеместно мы используем. Понятно, что можно так не делать, можно нарисовать этот круг отдельно от угла, вот так вот удерживая клавишу shift как-то вот, а потом уже выравнивать их относительно друг друга, да, двигать мышкой либо клавиатурой, либо инструментами выравнивания соответствующими. Нам сейчас пока это не нужно, нам проще, удобнее взять просто инструмент эллипс, найти центр динамической направляющей, вот где-то здесь вот самый центр, начать его, значит, объект эллипс создавать, превращая его в круг, удерживая shift и превращая его в круг относительно центра, да, установленного, удерживая alt. Отпускаем левую кнопку мыши, мы получили нужный результат. Чуть-чуть сдвинули его вверх с клавиатуры, то есть нажимая на стрелки курсора вверх, и прекрасно все у нас отцентрировалось. Да, теперь мы можем сгруппировать эти элементы, причем я бы сгруппировал здесь последовательно, то есть сначала я бы выделил саму вот эту вот крону дерева, да, и с shift-ом, shift-ом аккуратненько вычил ствол дерева. И здесь еще круг попал, с shift-ом еще вот эту окружность тоже я бы вычил, с shift-ом еще эту окружность тоже, потому что когда выделяешь областью, попадают многие объекты, которые просто немножко ты захватываешь, они все выделяются. И вот у нас объекты с этой белой заливкой, да, я их группирую, то есть делаю команду command-g. Ну, в данном случае просто группировка, да, вот, command-g, группировка. Зачем мне это будет потом удобно? Потому что это будет такая подгруппа, которая вот если при одном клике черной стрелкой выделяет сразу три элемента, да, если мне нужно поменять им цвет, я поменяю им сразу все. Ствол дерева будет отдельно, и здесь либо его нужно положить на уровень ниже, то есть использовать команду object-range, монтаж в русской версии, да, там, например, там, send backward, то есть на шаг назад положить подгруппу как раз объектов, с которыми он здесь взаимодействует. Вот, либо можно было просто белой стрелкой аккуратно зацепиться за верхнюю точку и эту точку подтянуть вот сюда, удерживая клавишу shift, аккуратно, вот так, чтобы все четко было вот так по границе. То есть не обязательно перекрывать какой-то объект другими объектами, можно подогнать просто объекты так, чтобы размеры, в данном случае, шли по границе, да, этих объектов. Например, вот так. Ну, и перекрасить там так, как мы считаем нужным, например, просто из панели образцов стандартно, вот, из стандартной панели взять какой-нибудь такой цвет. И далее, да, зачем мне нужна будет следующая группировка? Я выделяю этот ствол и выделяю группу объектов, которые представляют из себя, как бы, всю эту хвою, и тоже группирую, потому что в целом это должно стать объектом елка, да. То есть поэтому я выполняю правой кнопкой мыши команду group, либо object group, группировать. Здорово, у меня получается такая система из подгрупп. Потом я смогу в эти подгруппы при необходимости для редактирования удобного погружаться. И еще одна будет у меня подгруппа, то есть связанная вот с этой общей окружностью. Здесь я воспользуюсь таким же каким-то заготовкой цветовой. Например, возьму свойство пипеткой, прям инструмент пипетка. То есть выделив сначала окружность, взяв потом инструмент пипетка, я кликаю этим инструмент пипетка на вот этом элементе, чтобы захватить свойства отсюда. И цвет обводки, толщину обводки, все необходимое, он захватил с имеющегося уже элемента. И далее я просто shift-ом выделяю всю вот эту группу, удерживаю shift, да, одинарный клик для того, чтобы все это вместе объединить и сгруппировать. Теперь у меня есть прекрасно сгруппированный вот такой вот знак, такой вот элемент, и при необходимости я могу его увеличивать, уменьшать, все что угодно с ним делать. Я в данном случае сейчас его как раз сильно уменьшу, только предварительно перед тем, как это делать, я должен буду убедиться, что, смотрите, что происходит, как только я пытаюсь его уменьшить, опять же потянув за какой-то из угловых маркеров, без проблем, как бы кажется, да, bounding box нашей вот этой рамки. Начинаю тянуть, удерживаю shift и alt, все хорошо, пропорционально и относительно центра, все красиво, но отпустив мышь, я вижу, что результат получился вот такой. Почему? Потому что обводки предпочли не масштабироваться вместе с объектом, они остались в своем исходном состоянии по толщине, да, и получился, конечно, ужас полный, потому что с данной композицией это совершенно никак не коррелирует, да. Поэтому мы должны, прежде чем мы начнем сейчас такую трансформацию, помните, да, заглянуть в настройки, нажать Ctrl-K, либо в меню Edit Preferences на Windows, либо Illustrator Preferences на Macintosh, прям в General сразу вот сюда, в главную, и установить галочку Scale Strokes and Effects. На самом деле эту галочку можно установить не только в настройках, но и в панели Transform, здесь в панели Controls, да, наверху, вот она, Scale Strokes and Effects, та же самая галочка, вот она здесь же управляется просто в панели. Но иногда быстрее даже через preference, понимаете, нажимаешь Ctrl-K, либо Command-K, и тут же кликаешь на этой галочке, вот она, Scale Strokes and Effects, да, и тут же Enter на клавиатуре, просто нажимаем, и все, мы применили эту настройку. И дальше начинаем уменьшать, так же тянем за один из уголков, с Shift-ом и с Alt-ом, чтобы от центра. Прекрасно, мы получили нужный нам результат. Ну и осталось добавить текст. Берем инструмент Text, Type Tool, ставим, например, текстовую точку где-то, опять же, здесь по центру. Мы ловим этот центр благодаря этим Smart Guides, но потом мы сможем и подровнять, если что, подвинуть. Он не всегда, видите, показывает Smart Guides, сейчас в данном случае не показывает. Ставим здесь эту точку, пишем здесь какой-то нам нужный текст, например, также зеленым цветом, например, какой-нибудь там Wood, например, что? Не знаю, Wood Houses, например, деревянные дома. И ставим это все в режиме используем панель Controls наверху вот здесь вот для форматирования, да, то есть ставим нужный шрифт, например, это будет у нас шрифт какой-нибудь вот такой. Начертание подбираем, предположим, это будет X-Condensed или X-Condensed Black, не очень нравится, давайте просто возьмем Condensed Bolt, например. Тут же можно раскрыть панель Character и указать ему, например, что все буквы должны быть заглавные в этом заголовке, да, например, либо отключить, наоборот, этот эффект. И размер также здесь выбирается прямо в панели Controls. А выключка, то есть выравнивание влево, по центру или вправо, тоже здесь выбирается. Выбрали по центру, все прекрасно, мы получили нужный нам знак. Уже можно там что-то подровнять, подогнать идеально. И, собственно, загруппировать это все вместе правой кнопкой мыши. Выделили, потом правой кнопкой мыши сгруппировали вместе. Это уже этот элемент можно также выровнять относительно макета, если надо, да, то есть, ну, это уже другая история, мы с вами разберемся, как, собственно. Ну, и последнее, друзья, что, наверное, нам стоит сегодня обязательно рассмотреть, это работа с отдельными опорными точками белой стрелки, инструментом Direct Selection Tool, да, точечного выделения, для точного выделения. Переходим на этот инструмент и, например, в данном случае всю нашу вот эту правильную, симметричную, ровную, всю эту аккуратную, вот эти аккуратные формы можно с помощью белой стрелки несколько поломать, да, исказить. То есть, мы цепляемся, например, за какой-то из уголочков, опорную точку отдельную, да, несколько вытягиваем, например, в эту сторону, вытягиваем, например, в эту сторону, работаем с вершиной, например, что-то подобное можем сделать здесь. И мы видим, что мы полностью управляем всем этим процессом, да, работаем с нашей активной графикой, просто обычной вот этой самой белой стрелочкой, инструментом точного или точечного выделения корректируем и получаем уже некую динамику в этой всей нашей истории. И в этом случае, конечно, мы должны скорректировать, так как здесь тут же появилась диагональ основания зеленого вот этого треугольника, да, она пошла под определенным углом, это тут же отразилось на точно подогнанном вот этом объекте. И в данном случае лучше тогда вытащить объект, немножко увеличить вверх, также, опять же, зацепившись просто за одну опотную точку. Но стрелка прекрасно работает, справляется с этой работой. Ну и подробно, как мы работаем с белой стрелкой, в том числе с разновидностью белой стрелки для выделения в группах, выделения целых сегментов, контуров, там мы с вами научимся все это делать на следующих наших уже занятиях. Итак, друзья, наш первый блок подошел сегодня уже вот к завершению. Если вы его просмотрели успешно и поизучали, то самое время нам подумать о домашнем задании, который у нас будет. Естественно, у нас с вами будет на сайте непосредственно тест, который вы увидите и обязаны будете пройти. Ну и также будет несколько вопросов в домашнем задании, на которые необходимо вам будет ответить и ответить мне письменно. То есть то, что вы думаете по поводу этих вопросов, буквально два вопроса, на которые надо, скажем так, несколько более развернуто ответить, просто предложить свой ответ. И также у вас будет файл, в котором нужно пройти некий, скажем так, квест и с помощью уже вот инструментов навигации, которые вы знаете, чтобы потренироваться с этими инструментами навигации, поискать здесь, соответственно, название корабля и еще некий такой мелкий текст, который где-то спрятан. Вот где он спрятан, вот нужно поискать. Друзья, это будет как раз ваша задача. И либо сделать скриншоты, приложить их в архив к домашнему заданию о том, что вы нашли, и, значит, заскриншотили эти элементы и название мелкий текст. И также может быть вы просто напишите то, что вы там нашли в комментариях к домашнему заданию. То есть скриншот делать вовсе не обязательно. Поступите так, как вам удобнее. Окей. На этом объявление домашнего задания завершено. Увидимся с вами на следующем занятии. Следующее занятие у нас также представляет из себя лекционный материал, который вам нужно будет самостоятельно посмотреть и выполнить к нему домашнее задание. И уже на третьем занятии по плану мы с вами встречаемся онлайн непосредственно в классе и в нашем живом общении будем обсуждать ваши домашние задания, обсуждать ваши вопросы и работать в живом режиме. До новых встреч. Продолжение следует...